Какое сегодня лицо у этого человека? Очень интересное лицо. За все в ответе. 2000-е, 2010-е годы. За все в ответе. Какие они были эти годы? Для этого человека кто-нибудь, кто-нибудь, кроме него самого, знает это? Кто писал все законодательство России в 90-е годы? Все законодательства России, включая налоговые, написаны на иностранные гранты. Мы взяли под национальный контроль ресурсы природной России только в 2004 году. А до этого они даже не были в российской юрисдикции. Ну не все, конечно. По закону соглашения разделили продукции. И только в 2004 году закон был отменен. Если бы мы этого не сделали, то мы бы вообще не зависели от цены на нефть. Она бы просто не поступала дохода от нефти в бюджет. Все законодательство России писалось на иностранные гранты. Я вот не знал этого до заявления главы комитета Госдумы. Все законодательство России на иностранные гранты. Ключевые законы. У нас в стране вообще был... Американцы писали нам наши законы, включая нефть. Нефть, мы просто приняли стандартный закон для развивающихся стран, ПСРП. Колониальный закон. Ну для стран... Третьего мира. Третьего мира, да. Вот тут важно понять. Я сказал, что в 2003 год решение принято было нами в 2003 году бороться. Первые решения тогда уже были отменены. А основные, да, с 1 января 2004 года и деньги пошли в Россию от нефти, что важно, только в 2004 году в полном объеме. А так с доллара мы получали менее 20 центов, с каждого нефтяного доллара. И все молчали. У нас период 90-х годов, это период размена со стороны тогдашних начальников, размена политической поддержки элит. То есть Ельцину была нужна поддержка Соединенных Штатов, в борьбе с Хасбулатовым, с Рудским. Ну не только Америке, в не меньшей степени регионалов соглашение с регионами об освох налоговых режимах. Вот это Татарстан, Башкирия, Якутия. Ну я про Чечню не говорю. И про Ингушетию, которая жила без соглашения, ну так, по-простому. Татарь и Башкирия, это тоже нефть. Закон об СРП. Какой ценой? Один человек. Именно так, один человек. Владимир Путин смог изменить в корне, переломить эту ситуацию. Что такое закон об СРП? Почему Россия теряла свою собственную нефть? Деньги от нефти. Казалось бы, одна из главных составных частей нашего бюджета. Нефть, газ и продажа оружия. Неожиданный будет сегодня разговор. Фактически разговор о том, что мы очень плохо знаем человека, его работу. И имя этого человека Владимир Путин. Убытки бюджета, недополученный бюджет составлял две трети от бюджета. Она начала бороться за это приблизительно с 2000 года. Наша страна. Да. И официально достигла победы в 2004 году. То есть только с приходом Путина борьба началась? Конечно. А до этого нефть и вообще природные ресурсы все, по соглашениям о разделе продукции, был специальный закон принят. Были просто не в российской юридикции. То есть как бы не российскими. Недополученный бюджет составлял две трети от бюджета. Две трети. Все пенсии были в три раза меньше, чем сейчас. Все государственные расходы были в три раза меньше, чем сейчас. Деньги от нефти оставались за границей. Они вообще не попадали в российскую юрисдикцию экономику. Они становились собственностью зарубежных государств с момента их добычи из земли. Они были не российскими. Евгений Алексеевич, вот когда год назад, Евгений Федорович, глава комитета Госдумы, вот ты рассказал о том, что Россия оказывается более 10 лет, да, ни копейки от нефти не получала. Никакой нет. Не получала денег от нефти почти, потому что действовало соглашение разделе продукции. Вот когда ты об этом сказал год назад, у всех был шок. Как-то не знали, что оказывается, до Путина русская нефть, которой мы Россией так гордимся, Россию не кормила. Вот мне вопрос. Это основополагающая вещь. Как составляется наш бюджет? Да, конечно. И кто у нас воровал деньги все эти годы у нас в России? Фактически, как сейчас выясняется, воровал. И что сделал Путин? А если это, вот мой вопрос, основополагающая вещь, то почему мы все, мы Россия? Вот об этой работе у Розенера Путина, его роли, ничего не знаем до сих пор. Но люди не понимали, что политика влияет на жизнь не меньше, чем их семья. В каждый дом приходит политика. В виде пенсии, в виде зарплаты бюджетника, до всего. В виде пенсии, в уровне жизни, в безопасности страны. Если вся нефть, деньги от нефти оставались за границей, десятки миллиардов долларов, сотни, и один человек его усилил. И риски какие, в этом впереди. Риски Путина. В том числе международные, а как были многие недовольны. Состоявшиеся риски, кстати. Об этом речь впереди. Ну вот о нас мне объяснили. Ну, во-первых, слово пропаганда никто не отменял. Только острие пропаганды направлено против нас. Этого у нас не понимают. У нас не понимают, что российское государство создавалось американскими советниками. Вот то, что ты сказал, на гранты американцев писались наши законы, экономические. Все базовые законы на них написаны. Все учебники истории написаны на американские гранты. Это 92-й, 95-й. Государственный аппарат России создавался советниками иностранными. Десятки тысяч людей работали в наших министерствах и ведомствах, создавая российскую государственность. Во всех министерствах они работали экономически. Я видел своими глазами и даже приносил президенту Путину. Спонсорская помощь Сороса. Тетрадки школьникам нашим. Линейку привычной. Неужели вы же скандалы с учебниками, которые Сорос выпускал? Это уже такая идеологическая подтасовка и диверсия, когда три строки про Сталинградскую битву и четыре страницы про встречу на Эльбе. Это другой разговор. Где американцы выбрали отечественную битву. Да, даже дело не в этом, а просто тетрадка. Привычный шрифт. На другой стороне только тетрадки, не таблица умножения и не текст гимна, а четыре американских президента. Портреты. Вот это вот и знаменитые, да, Линкольн, вот это все. Почему эти президенты должны быть на русской тетрадке у русского школьника? Причем это ведь не одна тетрадка, а сотни тысяч. Путин изумился? Да, изумился, действительно, реально изумился. Потому что, ну, смотри, вот как делается политика. Как же российская нефть оказалась целиком и полностью за границей? Что такое соглашение о разделе продукции? Давай не будем торопиться. На примере Сахалина объясним про СРП нашим зрителям. Сахалин – это последнее соглашение. 260 соглашений были отменены. Их принимали указанными президентом на базе закона, принятого до Путина в 90-е годы. То есть вся нефть России, весь газ, металл, все сырье. Все природные ресурсы. 262 месторождения по этой чисто колониальной схеме. Все деньги от российского сырья должны были уходить за границу. Они уходили реально за границу. То есть мы остались без всего? Без металла, без газа, без нефти, все деньги туда. Есть месторождение, но оно как бы не в российской юрисдикции. То есть оно на территории России, но не в российской юрисдикции. Ушло в международную юрисдикцию. Его нет. Вот считайте, его нет. Вырезали на нашей территории это месторождение. Его куда-то увели. Я скажу честно, ничего этого не знал про нефть. А вот ты, вице-превьер в прошлом недавнем, министр, ты знал, что с нефтью такая беда? Мы были с правительственными делегацией в Саудовской Аравии. Со мной вместе был министр нефти и энергетики Шафраник. И когда мы посмотрели, как распоряжается нефть в Саудовской Аравии, я у него спрашиваю, а у тебя кто занимается продажей нефти? Он мне назвал такую цифру, 169 субъектов. И в эти субъекты входили и великие комики, певицы. Все нефтью занимались. Да, и неоднократно Шафраник выступал против этого. Списк этих людей все увеличивался и увеличивался. Нефть просто разбазаривался. И надо иметь в виду, что в тот период цена нефти тоже была достаточно минимальная. И в этом плане, когда Путин шел к президентству, я подчеркнул, что придется упорядочить все в этом государстве. Начиная с цены нефти, газа и кончая государственное устройство. Поэтому, конечно, это была фундаментальнейшая работа. Зачем же Ельцин? Самый главный вопрос. Борис Ельцин принимал такие решения. А у него выхода не было. Это все взаимосвязанные вещи, которые в России не изучаются. Ельцин не было вообще без международной поддержки. В принципе, как фигуры. Из России берут самые главные возможности. Нефть, газ. И ничего за это не платят. Вообще ничего. Вообще ничего. Мы сейчас ничего не получаем, хотя нефть уже добывается несколько лет. А если они увеличат свои расходы, мы еще 10 лет вперед не будем ничего получать. Посмотрите, какие расходы дополнительные. Почти в два раза увеличены расходы на юридические услуги. Почти в два с лишним раза увеличены расходы на иностранный персонал. В два с лишним раза увеличены расходы на командировки. Здесь важно понять, чтобы Россия не получила свою нефть, расходы компании «Сахалин Энерджи» в частности не постоянно увеличивались. Туда включалась завышенная в 40 раз стоимость квартир для сотрудников в городе Южно-Сахалинский. Билеты на самолет, чарта с девочками в Сеул на уикенд. И даже концерт духового оркестра в Корсаковой. Мы за все это платили нефтью. Потому что соглашение о разделе продукции, когда иностранные компании нефтяные приходят на наши шельфы, шел прежде всего британская компания. Это не 50 им, 50 нам. Нет. Это они забирают нефтью все свои расходы, а если что останется, после этого отдают нам. А в расходы они включали сознательно все, что можно и нельзя. Наш бюджет увеличился за счет его ликвидации. Вот этого закона. Три в четыре раза. Бюджет страны. Да. Только за счет того, что мы ликвидировали соглашение о разделе продукции. В три-четыре раза. Я почему считаю, что роль Путина, он не просто президент или лидер. Он на самом деле лидер национальной революции. Он лично рисковал всем. То есть? Он на этом поссорился. Жизнью рисковал, да? Серьезно разбираться. Конечно. Жизнью рисковал. Конечно. Для иностранных спецслужб убить президента другой страны, ничего сложного в этом нет. Секундочку. Гейдар Алиевич Алиев, не кто-то. Да. Гейдар Алиев рассказал нам, журналистам, о том, как они в Азербайджане предотвратили покушение на Путина. Ну, мы не хотели рекламировать себя, поэтому и не говорили. А так это ФСБ знает. И до прилета Путина сюда уже они знали, что мы провели мероприятие. Но он рассказал вам, министр, какие средства для существования террора у него изъяли. Это была самая напряженная работа Министерства национальной безопасности Азербайджана в этом году. Этот человек, он гражданин Ирака, Кенан Ахмед Ростам. Он же Абдурахман Бухари, он же Абусаид Аль-Кюрди, он же Кенан Достам, он же Кенан Ахмедович Магомедов. В мире террористов он известен этими кличками. Настоящее имя Кенан Ахмед Ростам. Он прошел обучение в Афганистане, Чечне. То есть за иракцем тянется чеченский след, прежде всего? Обучение прошел в Афганистане, вот этих диверсионному делу. Но потом воевал с чеченцами вместе. Когда сосрел этот план осуществить теракт в отношении Владимира Путина, точно, трудно сказать, у него был целый арсенал взрывсредств, скажем так. Она является усложненной системой, которая устанавливает связь между передающей частью и получающей, или взрывающей. До этого наши специалисты не видели подобной системы среди общепринятых самодельных взрывчатых устройств. И как же он хотел взрывать президента России? Вы знаете, эти устройства работают через телефон, сотовый телефон. То есть через сотовый телефон можно взорвать. Через сотовый телефон. Значит, программируется по сигналу, допустим, из Баку. То есть на расстоянии сотовой связи можно осуществить взрыв. А сигнал отсюда. Через телефон? Через телефон. И он хотел убивать Путина здесь, в Баку, во время визита? Во время визита, да. Такая, значит, у нас была информация. Сватили парня, который должен был убить Владимира Путина. Парень арестован, у него пожизненное заключение под Баку в лагерь. Хоть кто-нибудь из журналистов, Алиев делает заявление. Намик Абасов, речь об убийстве Владимира Владимировича Путина. В тот год президента России. Кто-то к этому иранцу поехал в лагерь? Деталями поинтересоваться. Как-то парень, мол, Путина-то убить хотел. Мы ничего не знаем. Якобы из Чечни. Якобы из Чечни. Якобы. Потому что надо понимать, что вся Чечня, это и Дагестан, и все террористические деятельности, это полностью иностранный проект. Делает заявление Гейдара Ильича. Хоть одну строчку найти в наших газетах о том, что Путину реально угрожала опасность. Более того, когда мы этот сюжет совсем недавно с Алиевым попытались на одном из каналов, не хочу назвать, попытались показать просто цитату из Гейдара Ильича. Об этих днях, об этом покушении у нас вырезали на эфире Гейдара Алиева. Весь этот фрагмент. Вот не было покушения на Путин. Просто взяли ножницы и отрезали перед эфиром. Мало того, как говорил Березовский, это был управляемый хаос. Управляемый хаос в стране. Хаос, да. Нет, я не знал этой цифры. Бюджет страны, когда Путин ликвидировал все эти соглашения, увеличился от трех до четырех раз в какие-то годы. Ну, а собираемость налогов нефтяных после дела ЮКОСа аж в 80 раз поднялась. Поднялась, да. В 80. Это остальные компании после дела ЮКОСа стали платить, как полагается, по российским законам. В 80 раз. Да. Они вообще ничего не хотели платить. Конечно. Россия. Конечно. Нефтяники наши. И тот же ЮКОС, тот же Ходорковский. Почему все этого нет? Ходорковский же в своем письме из мертвого дома совершенно четко сказал, Россия это территория для охоты. Скажи, почему мы ничего этого не знаем? Ведь мокрушники, помимо того, что воры, но еще и мокрушники за Ходорковским, за этими ребятами. Десятки трупов, по некоторым оценкам 72 человека. Причем Света Врага, вот он. Это не супруги Горина, киллеры, которые исчезли в Тамбуре. Нет, трупов не нашли их. Нет, вот Светлана Врагова, народная артистка России. Ее убивал Ходорковский. Ее лично, ее на чудом осталось жива. Театр Модерн, художественный руководитель. Начало в 90-х. Минотеп активно приобретал недвижимость. На Покровке и на Колпачном переулке. На Колпачном переулке тоже несколько человек погибло, но не удалось доказать причастность к этим гибелям Минотепа. Убийство Александра Кончатова. Да, именно Кончатова убит. И история Враговой. История режиссера театра Модерн Светланы Враговой. В оселении была такая молодежная компания по трудоустройству подростков, молодежная инициатива. Но эти ребята около бизнеса, сами комсомольцы, как-то сразу поняли, что... Ходорковскому была нужна вот эта недвижимость. Да, да, да. Именно вот эта вот зона в районе Колпачной переулки. И самое интересное, символично, на полу валялась книга Майорисина Кнебель, ученик и ученики. И на лице Майорисина Кнебель был такой черт, страшный такой след. Ноги. Ноги. Ходорковский признался, что это они? Да, он извинялся потом. Он признался и он сказал, ради бога, извините, я не знал, что это вы. То есть фактически Минотеп признал, что это их рук дело? Конечно, конечно. А убийство соседа? Саша Кончатов, вот стоит банк Минотеп и в глубине двора... Этот дом? Этот дом, вот внутри двора. Ты в нем прожила? Ну, год, 10-15. И они расселили все, кроме вас? Все поехали, а я нет, я же чистопрудный человек, родилась на чистых прудах. Они приходили ко мне в театр, вот вам в Ясенево мы предлагаем и так далее. Я говорю, оставьте меня в покое, пусть у вас будет там банк. А они почему-то так вот слушали, слушали, поняли, что ничего не получится. Приезжаю я домой, стоят автоматчики перед моим домом. И когда я поднимаю глаза, рамы не мои, холодильника нет и дверь открыта. Знаете, ощущение, ну, еще пока человек и только что, ну, художественный руководитель. Я говорю, а где рамы, почему они другие? Глупым голосом. Открываю дверь, и я принесла вам фотографии, потом вы их посмотрите. Ну, такой шок, наверное, в Чечне бывает, когда бомба попадает в дом. Там были пробиты швелерами стены. Вся мебель вынесена, вся библиотека вынесена. Ну, к мариусу, к мебели никому не понадобилось. Я должна сказать, что я никогда не испытывала состояние весомости. Когда ты не понимаешь, ты на земле или ты на небе. То есть чувство реальности совершенно пропадает. Мы принесли камеру, бойцы не пускают нас в нашу квартиру с камерой. Говорят, мы ничего не знаем. Я говорю, как вы ничего не знаете? Это украинские строители открыли, разорвали все и увезли у вас все. Это бойцы объяснили. Самое страшное в этой истории было то, что никто не хотел помогать. Я пошла в милицию, там стоял такой толстый-толстый милиционер, чесал вот так живот, у него живот был дальше, чем полагается. А рядом встал такой утхлый Мерседес, который, видимо, ему подарили. И глядя, обхахатывал меня. Я ему объясняю, вот у меня квартира была, у меня ничего нет теперь, меня все вынесли, идите подавайте в суд. Я пошла к адвокату, тот сидел тоже. Знаете, какое-то было ощущение совершенно отмороженности. Ничего истории, вот так Светлана Врагова, ныне здравствующая, потеряла свою квартиру. Ходорковский забрал, украл. Ощущение безнаказанности, которое в 90-е годы, так сказать, только прогрессировало. Это время, когда некоторые считали, что все можно. 90-е, а сегодня? Сейчас к нефти вернемся, а сегодня. Скажи, твоя книжка «За что сидит Ходорковский»? Мы поставили дату нашего интервью 5-й год? По-моему, 5-й. 5 лет прошло. Твоя книжка хоть раз переиздавалась на Ходорковском? За что он сидит? Она однажды была издана. Каким тиражом? 5 тысяч. 5 тысяч и все? Да. В принципе, это не такой уж маленький тираж. Я не хочу тебя обидеть, но сколько в мире было статей, что Ходорковский политическая жертва? Гораздо больше, это действительно. Чем 5 тысяч, правда? Да. И продолжается. А хоть раз в этих статьях фамилии жертв Ходорковского были, Кончатов, Врагова, вот она, Светлана Александровна. Уголовное дело, по факту. Квартиру украли у Враговой. Как хотелось расследить этот подъезд с Минатэпом. Банк был во дворе, дом забрать. Кто не хотел уезжать, того убивали. Врагова не хотел, ее ограбили. Хорошо нас умирал найти каких-то там людей, которые Ходорковского знали. В криминальном мире, кстати, говорит. В том мире, где могли повлиять. Сижу я в своем кабинете, пол первой ночи. Ехать мне некуда, только на дачу, которую я снимаю. Дома у меня нет. И звоню Косте Щербакова, он был первый изместитель министра культуры. Он говорит, Светочка, а что я могу? Ну, я бы, Костя, извини, но я так вот уже. Повесил трубку. Ну, звонок. Я уже гашу свет по час ночи. Он говорит, Свет, тут у меня один человек сидит, и начинается история. По мобильному телефону ты должна позвонить Александру Сергеевичу. Кто-то такой, я никогда в жизни его не видела. Мобильного телефона у меня не было. Я побежала к бизнесменам, они дали мне такой мобильный телефон, он только был первый. И вдруг оттуда голос. Алло. Я говорю, вот это Врагов. Друзья моих друзей, мои друзья. И повесилась трубка. Когда я приехала в театр, Минотеп начал отзванивать. Сразу. И начинал. Сразу. Кто же это был, Александр Сергеевич? Никто не знает. А он в какой стране? Вот так Ходорковский был вынужден купить ей квартиру. А других-то расстреляли в подъезде. Просто расстреляли. Уголовное дело по факту квартиры. Вот так каждому бы, не дай бог. Приезжаешь ты к себе домой, а квартиры нет. Уголовное дело. По истории с Враговой. Ходорковский. Он признался ей сам, причем под записи. Есть уголовное дело сегодня? По Враговой нет. А почему нет дела? Потому что в тот период времени деньги были важнее совести, важнее государственной власти. А сегодня мы говорим о Путине. Убийца Путина. У него пожизненное заключение. Еще раз скажу. Любой может взять у него интервью. Мне интересно. Правда о Ходорковском. Мне интересно. Гнижка твоя не переиздается. Почему нам вдруг это не интересно? И нефть. Мы слышим 80 раз. Ничего цифры. Собираемость налогов от нефти увеличилась. После дела ЮКОС. А бюджет страны еще раз скажу. Путин возвращает нефть. Все тоже жуткое соглашение о разделе продукт. Сейчас вернемся к тому, что на Сахалине творится, как люди там жили, пока Путин не вмешался. В три-четыре раза бюджет страны вырос. И мы ничего об этом не знаем. Ну, видимо, мы это чувствуем. Почему неинтересно? Я думаю, люди перенасыщены информацией. Ведь правда это не то, что правда, а правда то, что провозглашают как правда свойства святого общества. Неинтересоваться правдой. Да, да, да. Больше интересоваться потребительским рынком, здоровьем, в конце концов. Ну, вот сейчас говорим, что это очень уж плохо. В 2003 год Сахалин, что на самом деле творилось там, как люди жили, российские каждый. Там, где столько нефти и столько газа, и где не было тепла у людей. Горячей воды вообще никогда здесь не было с 80-го года. С 80-го года не было горячей воды? Никогда, никогда не было. А платите по полной? Конечно, платим. Я со своей квартиры ушла, потому что там невозможно тоже. На Сахалине уже 4 года без утопления. Живем на счет нагревателей, но они очень дорого стоят. Живем в одной комнате, все комнаты закрыты. Я не помню даже, когда я раздевалась. А мыться надо тоже. Ну, я чувствую, что я просто не хочу жить. Все. Это были съемки, Владимир Владимирович, 2003 года, январь 2003 года. Сахалин замерзает. Вот мы находимся возле детского садика «Рябинка». Детям невозможно находиться в этом саду. Температура 1 градус. Ну, где такое видно, да? Моя девочка занимается в детской школе искусств. Вчера мы пришли, 1 градус. Детям заниматься невозможно. Вот они идут по коридору, все, все скользит. Педагогам надо память не ставить, потому что они так понимают. Замерзает тогда, когда с Сахалина Шилл и другие компании вывозят русскую нефть. Сахалин замерзает. Государство начало регулировать внешний рынок, внутренний рынок. Особенно продажи нефти. Да, это все тот же вопрос. Какой ценой на самом деле Путин добился всего этого? Еще один фрагмент нашей программы 2003 год. Сахалин замерзает. Но мы, Россия, должны американцам, которые вывозят нашу нефть по соглашению о разделе продукции, еще и заплатить миллионы долларов. Мы, американцы. Интересный вопрос, и хорошо, что его рано или поздно наконец-то кто-то задал. Это надо читать условия соглашения о разделе продукции. Сахалин-1, Сахалин-2. Сахалин-2, да. Которые никто раньше, видимо, не читал. Чудовищные условия для России. Чудовищные условия, преступные, особенно по Сахалин-2. Сколько мы теряем, мы, Российской Федерации, на эти соглашения? Сегодня уже больше 700 миллионов долларов Россия должна отдать американцам, работающим на шельфе. Мы еще и должны отдать американцам, которых пустили на свой шельф? Да, мы сегодня должны. То есть мы в минусе страны? Да, где-то 723 миллиона долларов. За что, если это наша нефть? Если они на ней зарабатывают, я не понять могу, за что отдать такую сумму. Почти миллион долларов. Я хорошо помню, Рамазан, наш старый сюжет. Мы показывали в полном смысле этого слова народную трагедию. Народную трагедию людей, которые свое отдавали. За то, что отдавали за тепло, еще и платили в догонку. А сами мерзли. И взрослые, и дети. У нас половина города топится, как говорят. А вот эта половина, она вообще не отапливается. Трубы протянули, но они, видите, не изолированы, ничего. Тепла нет, ни в фатрах, ничего. А сейчас снова воды только вот на первом этаже, на второй кое-как еще поднимается. Остальные этажи без воды все. Какие температуры в квартире? А температуры за счет электроэнергии. У кого честно платят, кто ворует электроэнергии. Потом всю жизнь заставляют. У некоторых трое детей. Попробуйте трое детей с мороза все это посушить. Белье надо и все прочее. Не в состоянии. Электроэнергия дорогая, руб 70. Заставляет жизнь, и люди воруют электросепт. Люди воровали тепло. Американские компании, другие компании. В рамках соглашения Сахалин-2 добывали, вывозили нашу нефть. И к 2004 году Российская Федерация, за то, что американцы у нас, еще раз скажу, добывают нашу нефть, вывозят ее. Мы еще вдогонку должны были к 2004 году. Миллиард долларов им. Такое соглашение. Своё отдали, да еще и миллиард. Это дикость, но это было именно так. Действительно, народная трагедия. Сахалин замерзал. Люди, а вопросы раньше появились. Люди, честно пытались найти на них ответы. Ельцин молчал. Еще раз фиксируем. Даже в оккупированном Ираке есть силы, осознающие, что просто может быть неприлично признаться, чтобы мы это все передали на СРП. Помните позже эти заявления, что Россия бедная страна, до этого, что Россия не на что не способна, у нас нет технологий, у нас никогда не будет денег, чтобы самим... Самая главная задача России это сдаться, продать себя, знаете такой термин, продать себя. Плюс параллельно была запрещена идея, в том числе из моего тогда Яблока, я был вице-председателем этой партии, что нефть вообще через 10 лет никому не будет нужна. Что не понимаете, сейчас термоядерный синтез, сейчас все, все, нефть надо... Как можно быстрее на любых условиях, завтра никто не возьмет, никому не будет нужна. А Левлинский действительно в это верен? 49 прожитых мной лет позволяют мне утверждать, что даже близко к власти идиотов нет. Я сколько себя помню, когда уже был в руководстве, я занимался Сахалином-2, и считал и считаю, что это абсолютно правильно. Во-первых, мы привлекаем огромные ресурсы, десятки миллиардов. Мы как страна, Россия, сейчас, сегодня, да и вчера и завтра не сможем привлечь такие ресурсы, свои, российские. Самое интересное, что и сегодня позиция Виктора Чернового, который поддерживал этот ужас, и Явлинского, он нам суд проиграл по всем этим сюжетам, она и сегодня не изменилась, невзирая на заявление Владимира Путина. Мы сейчас ничего не получаем, хотя нефть уже добывается несколько лет. А если они увеличат свои расходы, мы еще 10 лет вперед не будем ничего получать. Мы слышим Путина, да? Вот еще раз фрагмент выступления. Обычный будничный интонат, очень спокойно говорить на самом деле, как-то непонятен масштаб дела, который... Я скажу, цена была очень большая. Он получил астракизм... Путин. ...от всего западного мира, кроме Германии и Франции. За возвращенную нефть. Да. Весь англосаксонский мир, но все семь сестерок, как говорится, там в американские компании. Потому что Британия, у нее была стратегическая линия обеспечить нефтяную безопасность за счет России. И в 90-е годы они очень активно работали над этим. Я почему и говорю лидер национальной евроизации, потому что он пошел против системы. Он лично пошел внутри Российской Федерации против системы, созданной иностранцами. Системы государственной власти, системы экономики, системы управления, системы безопасности. Против всего. Лично пошел. Он произвел перелом развития Российской Федерации. То есть Россия из колониальной страны начала двигаться в сторону независимого государства. Дальше. Это будет борьба. То есть вся борьба впереди. И за ней в том числе. Конечно. Ключевой момент, вы правильно подметили. Нам приказали не знать, или это не носит широкого информационного распространения. Маленькие сюжеты, они же не меняют картину. Кто-то услышал и забыл. А серьезного обсуждения нет. Я специально ездил во время избирательной кампании к Обаме. Это было месяца за полтора-два до выборов. Какая была позиция Обамы в отношении Российской Федерации? Она простая, никто не скрывает. Предыдущее руководство, Буш, недооценило Россию. И Обама говорит, Буш, ошибся в плане оценки России. То есть недооценил Путина, недооценил Россию. Ее потенциал, ее внутреннее желание независимой страны, финансирование средств массовой информации в России при Обаме увеличилось в несколько раз. А вот об этом, Евгений, очень интересная тема. За что платятся в России сегодня доллары, на самом деле, в том числе некоторым нашим коллегам. Информационные войны, направленные в том числе и против тех, прежде всего против тех, кто спасает страну. Наше журналистское расследование с аргументами и доказательствами во второй серии фильма «Неизвестный Путин». Какое сегодня лицо у этого человека? Очень интересное лицо. За все в ответе 2000-2010 годы. За все в ответе, какие они были эти годы, для этого человека кто-нибудь, кто-нибудь, кормя него самого, знает? Олег Дмитриевич. О, я вас приветствую. Я приветствую героя социалистического труда и выдающегося промышленника. Ты такой молодой, красивый голос. Вопрос один, Олег Дмитриевич, вот просто один. Да. Сколько получал Советский Союз от продажи только лишь оборонки в 91-м, когда уже все трещало по швам? Примерно, значит, 20 миллиардов. Миллиардов долларов? Да. Это продажа на мировых рынках нашего оружия? Продажа, так. Американцы сколько продавали в 91-м, для сравнения? Такой же порядок. То есть был примерно паритет. СССР 20, Америка 20. Паритет. А в 92-м, когда Гайдар с Чубайсом пришли? Мы скатились до 5 миллиардов, вот. А американцы выросли до 35. Вот, Николай Александрович, мы слышим эти цифры из УЗС секретаря ЦК по промышленности обороны, прежде всего. Олег Дмитриевич Бакланов, человека легендарного. 91-й год, когда все шаталось. Мы продавали оружие на 20 миллиардов долларов, и примерно столько же американцев, потому что был паритет. А 92-й год, когда младые реформаторы пришли, сразу спустились вон во сколько раз. За один год. А американцы переплатили рынки. Меня это не удивляет, что было сделано за первые годы, не только же ведь оружие мы продавали в страды, в соцлагере. У нас основные были покупатели оружия на Ближнем Востоке, Индия. По большинству контрактов, которые были сделаны в советское время, были прекращены поставки. То есть мы всего кошмара. Нет, мы... Вот с началом приватизации гибели величайших русских заводов, чья продукция продавалась, причем в лед шла на мировых рынках, мы всего кошмара не знаем. Это что касается продажи вооружений. Поскольку мы работали со всеми странами. С Америкой, со странами Европы, с Японией. Мы видели эти все страны заинтересованы в развитии фондобразующих отраслей. И в 91-м году мы на Парижской выставке выставили 44 технологических центра. Это только станкостроение? Только станкостроение. К концу выставки 100% мы продали эти станки. 22 предприятия было совместно. И продукция шла на мировые рынки? На мировые рынки. И продавалась в лед. И продавалась в лед. 91-й год был последний. В 92-м году все ушли. Какие же отрасли полностью погибли? Вот сразу под ножом. Первая рухнула приборостроение. Вторая рухнула электроника. Был создан такой потенциал. Вместо того, чтобы вложиться туда, мы его угробили полностью. И третье шло станкостроение. Объясните, пожалуйста, почему Молодые реформаторы убивали те заводы, которые кормили всю страну? Не градообразующие предприятия, а бюджетнообразующие заводы страны. Чья продукция продавалась, еще раз скажу, наравне с американской. На всех мировых рынках. И шли живые деньги. Не зачеты, как с Кубой или Эфиопией в долг писали. Почему именно эти заводы пошли под нож? Ну неужели непонятно? Почему? Нет, непонятно. У меня нет ответа. Почему именно те заводы, которые, как в 90-м году в Питере, завод систем числового программного управления, с итальянцами построенный, новенький. На нем вдруг сигареты Петр Первый стали выпускаться. Вместо ЧПУ для станков. Там, где формировалась концепция по России, там не было даже и в пламени развития промышленного потенциала. Россия нужна там как сырьевой придаток. От России нужна нефть, газ, руды и металлоги. Если станки из ЧПУ продаются, если сухие продаются, как могла прийти в голову великая фирма Симонова, которую Путин спас? Об этом речь впереди, Су-27. Пришла же в голову идея делать там китайские велосипеды на этом заводе. Где сушь? Значит, кому-то это нужно. Забирали заводы, забирали деньги и исчезали. Вот я вам задам один вопрос, на самом деле ключевой. Почему сегодня, 11-й год, вторая серия нашего разговора о том, какой ценой одному человеку удалось спасти последнее? Но ведь нет списка погибших заводов, погибших в ходе приватизации. Погибших, потому что, да, как завод Комсомольский на Амуре, атомные и подводные лодки. Кто купил, Геннадий Иванович? Вопрос Геннадию Райкову. Ну, я был на этом заводе, стоял субмарины. Подводные лодки. Да, которые стоят. Аналоги Курска стоят. И никто не делает. Но когда Владимир Владимирович начал разбираться с этим заводом, хозяин-то не могли найти, решили его выкупить государство. Не могли найти, кто хозяин завода. Нашли в Новой Зеландии на островах. Которые говорят, да, пожалуйста, жалко, что ли, подойдите. Как оборонный завод, где атомные и подводные лодки? Как оказались хозяева на Новой Зеландской столовой? Как он в частных руках завод-то оказался? Сейчас он перешел в государство, да? Им заплатили. Это пока Путин не поехал туда, действительно не разобрался. Посмотрел, разобрался. Сам провел все возвращение своими руками. Самое сложное было хозяев найти. Потому что они-то забыли, что у них есть завод. Но доходы уже они с завода не получали, он не иницировался, а хозяин есть. Да. Завод. Да. Секретный, где оборонка, где лодки, аналоги Курска. Да. С атомным реактором, уже работающим на борту, была готовность 90%. То есть в любую секунду мог быть небольшой Чернобыль. Лодка одна, готовность достаточно высокая, около этих процентов, которые вы называете. Да, действительно, активная зона. Реактор уже на них работает? Да, предприятие тратит колоссальные деньги, поскольку нужно, чтобы оно работало и в тепле, это уже не остановишься. На протяжении всех 90-х годов, Николай Александрович, всех 90-х, Виктор Иванович Шаев, тогда еще губернатор Хабаровского края, он как раз рассказывал, чего стоило ему добиться, чтобы завод обратно ушел в государственные руки. Убеждал в Москве всех министров, вице-премьеров, что если Чубайс, не дай бог, выключит свет в Комсомольске на море, что будет с лодками, с атомными реакторами? Мы просто не имеем права этого допустить, иначе будет маленький Чернобыль. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Почему нет списка, не то что даже погибших заводов, а погибших отраслей? Целых отраслей, которые просто чудом Путин остановил падение. Легендарные предприятия. Не только этого списка нет. Или красный пролетарий в Москве, или завод Сергея Роженикин. Их больше нет. Но ведь списка нет, мы даже не знаем, что мы потеряли, и никто не интересуется. Ни в какой другой стране социалистического лагеря бывшего так не разгромлена промышленность, как это в России сделано. Вырывали самое главное. Самые главные звенья. Острие было направлено на головные институты по технологическим переделам. Острие, удары, то бишь приватиза. Все удивлялись, как быстро Советский Союз по технологической базе начал конкурировать. Они приезжали к нам, все перехватывали. Американцы, отсюда и космос, и мы какую войну прошли, да? Так точно. Был железный занавес. Все сами сделали. Поняли руководители, что без своей технологии можно пыжиться сколько угодно, но ничего не будет. Поэтому была целенаправленно уничтожена наука в головных... Электроника, станкостроение. Да, и приборостроение. Это ведь миф, что Советский Союз ничего не умел к развалу. Третье место на мировых рынках у СССР по широкому профилю, не только оружие. Оружие – второе место по продажам. Станкостроение, подшипники лучшие в мире. И все это под нож. Реформа – это организационное оружие по уничтожению объекта. Давно описанное в книге, которую с удовольствием читают достаточно серьезные люди. Она называется «Исповедь экономического убийцы». Книгу написал американец, который работал в этих концернах, занимался этими убийствами стран. Он подробно описывает, как именно с помощью реформ убиваются страны. Но в принципе можно применять и более серьезные виды оружия, продовольство может стать оружием, уничтожать население с помощью этого. Мало ли что еще можно сделать. Сереж, я вдруг понимаю, вот на секунду остановимся, что мы плохо понимаем, какое наследство досталось Путину. В 2000 году Россия полностью потеряла, загибаем пальцы, электронную промышленность. Путин что смог – вернул. Судостроение, гражданские суда прежде всего, какие-то на подводных подушках, все вырезали. Путин вернул. Промышленность, средств связи, приборостроение Путин вернул. Тяжелое машиностроение, прессы, прокатные станы, производство, средства производства Путин вернул, прежде всего, и Керенбург. Станкостроение Путин вернул. Легкая промышленность. Русский лен, куда он делся? Не было его в 2000 году. Но в Костроме снова появился русский лен. Иванова работают в фабрике. Путин получил невероятный кредит доверия, надежд, ужаснувшегося происходящим народа. Он установил так называемый вертикаль власти. Почему он смог это и не смог другое? В 2000 году, понимая, что Ельцин просто обрушивает все в небытие, и что Путин изменил траекторию движения, что такая крутая кривая вниз... А можно нам с вами ответит Жресс Иванович Алферов? Я задал Нобелевскому лауреату всего один вопрос. Если бы вот сегодня мы, Российская Федерация, поставили перед собой задачу сделать атомную бомбу, смогли бы мы это сделать, как Сталин после войны? Создать сегодня? Конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Конечно, нет. Ну, что вы? Атомный проект – это, прежде всего, огромные затраты. Манхэттенский проект обошелся в два с лишним миллиарда долларов, тех долларов начала 40-х годов. Ведь атомная бомба – это подчеркивают все исследователи. Крупномасштабные работы начались в 45-м году, после Хиросимы. И в 49-м за 4 года. Две решающие компоненты – физическая школа Академика Йоффа, высочайшей квалификации, и то, что в проекте удалось создать за предельно короткие сроки атомную промышленность. Атомная бомба сразу после войны, за 4 года. Путин сохранил физическую школу Академика Йоффи. И Владимир Фортов, его институт в Москве. Они сохранились, чудом сохранились. В 2000 году были на грани, что называется, уничтожения. Путин превратил обрушение, стремительный такой регресс. Он резко изменил скорость этого скоржения. А поскольку страна оперлась на хищный класс, который пожирает все, Путин стал вводить этот класс в берега, создавая проблемы более-менее острые для тех или иных его представителей. Но он не сменил точку опоры. Что, Россия для капитализма или капитализм для России? Путин, конечно, не смог изменить людей. Хотя ему во многом удалось изменить страну. Олигархов можно изменить? Олигархические процессы ушли слишком далеко еще до Путина. Вот, Ромазан Жуанович, мы на секунду опять-таки сделаем паузу. В первой серии нашего фильма мы показали, Гидар Алиев рассказывал о попытке убийства Путина, которая предпринималась в Баку во время визита. Мы не хотели рекламировать себя, поэтому и не говорили. А так это ФСБ знает. И до прилета Путина сюда уже они знали, что мы провели мероприятие. Но он рассказал вам, министр, какие средства для существования террора у него изъяли. Это была самая напряженная работа Министерства национальной безопасности Азербайджана в этом году. Этот человек, он гражданин Ирака Кенан Ахмед Ростам. Он же Абдурахман Бухари, он же Абусаид Аль-Кюрди, он же Кенан Достам, он же Кенан Ахмедович Магомедов. В мире террористов он известен этими кличками. Настоящее имя Кенан Ахмед Ростам. Он прошел обучение в Афганистане, в Чечне. То есть за иракцем тянется чеченский след прежде всего? Обучение прошло в Афганистане, вот этих диверсионному делу. Но потом воевал с чеченцами вместе. Когда сосредел этот план осуществить террорист в отношении Владимира Путина, точно трудно сказать, у него был целый арсенал взрыв средств. Она является усложненной системой, которая устанавливает связь между передающей частью и получающей или взрывающей. До этого наши специалисты не видели подобной системы среди общепринятых самодельных взрывчатых устройств. И как же он хотел взрывать президента России? Вы знаете, эти устройства работают через телефон, сотовый телефон. То есть через сотовый телефон можно взрывать. Через сотовый телефон. Значит, программируется по сигналу, допустим, из Баку. То есть на расстоянии сотовой связи можно осуществить взрыв. Вот такой сюжет вышел. Люди, знающие ситуацию. Так, немножко с полуулыбкой, знаешь, такой. Почему караулы показывают только одно покушение на Путина, если их было пять? Пять раз, пять раз жизни Путина угрожала реальная опасность. Еще одна страница, точнее не одна страница, у нас сколько? Пять раз он рисковал своей жизнью. Эта тема закрыта. Почему вопрос остается без ответа? Почему мы сразу об этом не сказали в первой серии? Во-первых, я о ней все знаю. А во-вторых, скажу, мы говорим про олигархов, которых Путин не изменил. Некто Пуманы, подрывник. Машина Жигули, набитая тротилом в двух шках от Кутузовского проспекта. Там в машине было столько тротилов. И кортежа бы не было. И соседнего дома. Кингисепская преступная группировка. Предполагаю, покушение на Путина. Кто во главе заговора? Да, сенатор из мести был такой сенатор. Но это связано с Башкирией, с процессами по деприватизации ТЭКа. Моя версия. Моя версия. Но ждали Путина. У Мана сердечник был. Его милиционеры избили. Сразу удар по сердцу. Он умер. В отделении милиции, когда провода нашли случайно торчавшие из Жигули. Но ждали-то Путина. А это Башкирский ТЭК, который оказался в частных руках. И когда именно Путин стал удивляться тому, а по какой цене он ушел в частные руки, Б, куда доходы идут. А вот поставили Жигули. Вот они олигархи. Я не называю фамилией. Я журналист всего лишь. Это моя версия. Я предполагаю, что я прав. Его, Путина, ждали. Кто? Вот привет из солнечной Башкирии, из города Уфа. Башкирия не столь значима в этом процессе, как значимы интересы крупных олигархических групп. Вообще нефтельников в том числе. Да. Второе, еще в большей степени это интересы многих за рубежом, которые не заинтересованы в усилении Путина, продолжении деятельности Путина. Сегодня идет такая кампания по полному преодолению последствий Советского Союза. Это, чтобы ни по одному вопросу развития экономики и политики, социальной и культурной жизни Россия не представляла бы из себя угрозы для тех, кто руководит этим миром. Мы слышим, Евгений Алексеевич, Путин не изменил точку опоры. То есть Путин опирается на тех же олигархов, которые появились при Ельцине. Только эти олигархи стали богаче намного. Но он же не увернул в какую-то совершенно другую сторону. В этом-то и есть его двойственность. А теперь на этой двойственностью пытаются пользоваться. Российские граждане проголосовали в 1991 году за капитализм. Избрав Ельцин, двинулись в эту капиталистическую сторону. Но создавайте, не знаю, рейнский, производственный, национальный капитализм. Но этого же нет. Ну, я не согласен. Путин сделал таким образом, изменил характер российского государственности, что не от олигархов теперь зависит жизнь людей. Я вот вспоминаю в 90-е годы, как это было. Это была квотная система чиновников. Когда за каждым олигархом были закреплены сотни, за маленьким олигархом поменьше, квот чиновников, начиная от министров и ниже. Ничего другого задачи перед министрами не было. Только обеспечить бизнес тех людей, которые этого министра по квоте назначили. Что же делать? Такая страна. Знаменитый план американский. Сотни ядерных ударов. Атомная война по Советскому Союзу. По тем городам, кроме столиц, Москвы, Ленинграда. Где крупные заводы? Более 300 городов в этом списке советских городов. Челябинск, Ростов, Люберц, подмосковный завод Ухтомского. Сельхозмашина. Не будет сельхозмашина, не будет урожая. На самом деле, кто-нибудь и может объяснить, почему именно по этому списку? Вот такое совпадение. Совпадение? Ну, именно такое. Младые реформаторы с завода уничтожали. То же самое в последующем коснулось и авиастроения отечественного. Вот наука вся пошла под нож. А в этих зданиях открывались салоны, торговые центры. Развлекательные центры. Аренда под офисы. Как могло прийти в голову на заводе рецидиозного станкостроения в Питере в уникальных специальных термоконстантных корпусах открыть склады? Склад, да. Значит, какую фантазию иметь надо, а? Или не понимали, что делали? А вот следующий вопрос. Вот этот завод и рядом с ним еще абразивный, с институтом, выкупила некая «Чайка Плаза». А что это такое? Фирма какая-то? А тут по Москве поло, если в Жуковку ехать, вот там. А Жуковка Плаза. Чайка, чайка. Абсолютная правда. Ключевое слово. На ракеты пошли заказы от американцев. А теперь загибаем пальцы. Воткинский завод знаменитый. Ракеты. Полетели ракеты. И булава полетела. Да, уже резины нет. Резина, которая делалась для ракеты, для атомных подводных лодок. Единственный завод был на Волге. Его уничтожили. Резину в Китае покупаем. Но воткинский завод сохранили. Ракета, булава, как и тополь М. Наконец-то полетела. Это сделал Путин. Завод Хруничева. В 92-м году замдиректора крупнейшего русского завода. Опять-таки ракеты. Подмосковный завод Хруничева. Объединение. В Австралии в парк культуры и отдыха пытался продать ракету. Безглавной части, естественно, для аттракционов. Чтобы хоть как-то спасти завод. У них в Сыхах стояли несколько комплектов РС-56. Ракеты? Так точно. Так вот, там в Австралии были устроены парки развлечений. Где можно было пойти в бункер, пережить советскую угрозу. Поднять ракеты, опустить. У них что-то там уже купили для парк развлечений. Ну, как Буран у нас. Да, в год. Пытались продать остальное. Сегодня КБ машиностроения. Ведущее предприятие вообще в стране, в Московской области. Понимаете? И на мировых рынках продают. Все на месте. И там высшее руководство совсем недавно, так сказать, визит в КБ. Все на месте. На тот момент эмиссары этого предприятия добежали не то, что до Европы или до Индии. До Австралии. Поэтому давайте не упрощать проблему. И для чего потребовался концерн Чемесов? Почему потребовались все заводы, оставшиеся в одни руки, государственные руки, в один кулак? Знаменитый план американский. Сотни ядерных ударов по тем городам, где крупные заводы. И по этому же списку Путин их возвращал в жизнь. Путин для них это разрушитель их точки опоры на территории Советского Союза. И тем самым он возмутитель мирового порядка в их понимании. Или он просто разрушитель однополярного мира, который успел на самом деле за ельцинские годы. Мир стал однополярен. Да. Когда-то Игорь Дмитриевич Спасский говорил нам в нашей программе. В мире нельзя допустить однополярность. Категорически. Но мы не допускаем сейчас однополярность Америки. Мы теоретически это понимаем, словами говорим. Но физически нам создать сегодня второй полюс равнозначимый очень сложно. Но при этом однополярный мир, по сути, одно большое мировое государство. И оно защищает себя механизмами. Вот пропаганда в России элемент мирового порядка. Сейчас в условиях Ливии Клинтон же, кстати, Хиллари, об этом четко говорила фактически о том, что Russian2Do, созданная Россия Путиным, не дала Соединенным Штатам проводить ту политику в Ливии, как они изначально хотели. Вот наш телевизионный канал, который говорил правду. Но это правда разрушила пропаганду, которая уже подготовила тотальное уничтожение... Ну, общественное мнение мировое, да. Конечно. Как с Хусеем. Помните, 50 какой-то был год, когда американцы собирались бомбить Советский Союз, Третья мировая война, 300 с чем-то ядерных ударов по СССР. Говорили о плане Далеса, но план Далеса, которого не было, был план комитета начальников штабов, это были специальные президентские директивы, была расписана война, объекты. Удары атомные по городам, где есть предприятия, прежде всего по великим русским заводам. Если мы возьмем список городов, которые должны быть уничтожены, и посмотрим, какие заводы Егор Тимурович уничтожил. Считайте, исповедь экономического убийца. Гайдар – экономический убийца. Все, что началось в 1991 и дальше раньше, был план ликвидации страны. Он неумолимо осуществлялся. Теперь посмотрите глубже, что сделал Путин. Во-первых, Путин, об этом же тоже не говорят. Он не просто остановил вот это пике падения страны, он остановил принятые решения по ее ликвидации. Я оставлю за скобками вопрос, почему Гайдар и младые реформаторы – знаменитый план американцев, как уничтожить ядерными зарядами Советский Союз. Более 300 городов. Те города, где были правильно заводы, прежде всего обороны. 324 объекта. Именно по этому плану в первую голову уничтожили те 324, пытались все заводы. Получилось почти 200. То есть по этому плану американскому фактически вырезались наши предприятия. Да. Без атомных бомб, своими руками. И вот правда, наверняка не зная этих параллелей, Путин из тех заводов, которые еще можно было спасти, вернул к жизни почти половину. Да. Деньгами, через руины, как автовазы. Это ситуация, на самом деле, которую у нас не анализируют. Конкуренцию никто не отменял. Ну да, какие бы мы друзьями не были. Никто не отменял. Он сумел поднять уровень жизни просто, чтобы люди выжили. Потому что с 90-х годов мы пришли просто нищими. Вот опять-таки все говорят о том, что реформы Гайдара были тяжелыми. Когда такие тяжелые реформы, а реформа – способ уничтожить страну, любовь. Да. Какова же тогда подлинная цена реформ в России 90-х годов? То есть сколько жертв? Сколько в итоге реформ погибло людей? Два миллиона людей. Это цена реформ. Погибло? Да. Ну, не погибло. От голода, от болезни, недоедания, от нерождаемости. От стрессов. Вот эта демографическая депрессия, стресса. Два? Академия Мирона. Что говорит два? А его оппоненты, зубы съевшие на демографию, говорят, ну, как же два, когда одиннадцать? Одиннадцать – это чуть меньше половины наших потерь Великой Отечественной войны. Да, да, да. Так два миллиона много для России. Теперь говорится, а, это выдумали демографы патриотической ориентации 11 миллионов. А вот академик Тишков. Ну, академик Тишков прямо говорит, что его цифра включает в себя пополнение населения за счет иммигрантов. А, естественно, убыль населения никогда не включает в себя пополнение за счет иммигрантов. Они признают, реформаторы, что погибло, включая неродившихся людей. Это безвременные смерти стариков, которых не было денег на лекарства, на продукты. Они признают. Со скрипом, но признают. Задумаемся. Два миллиона человек. Два миллиона – это примерно столько же, сколько полпот, напомню, уничтожил в Кампучии людей. Да, да, да. Но на самом деле, мы говорим сегодня, 12 миллионов. Это не считая уехавших. А уехавшие – это тоже потери нации. Скажи мне, если это был Холокост, почему мы? Мы Россия. Мы до сих пор эту цифру даже не знаем. Мы на эти темы стараемся. Какая тут цензура мешает нашей совести называть все, как есть? Вот оно наследство, которое получил на самом деле Владимир Путин. Вот еще почему, да нет каких-то там днепрогрессов новых и магниток. Мы вымирали по миллиону в год. Вымирали. Простая арифметика. Нас 145 миллионов. Если бы такая вот была статистика и дальше по миллиону в год, через 145 лет никого бы из нас не было. Миллиону в год. Смерть выше рождаемости. А кто на 26% сумел поднять рождаемость в России и тем самым… Владимир Владимирович Путин, его политика. Ну ведь об этом мы тоже ничего не говорим. Через 5-10 лет это будет то, с чем вы говорите, это будет, ну как бы, очевидная вещь. Общепринятым, да. Соглашение это фактически начало распада Российской Федерации. И я думаю, что Ельцин, отдавая власть Путину, не хотел быть последним президентом России. Он уже это понимал. Это было чудо. Это на самом деле чудо, когда распад страны был остановлен, уже подписанный и предрешенный. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какое сегодня лицо у этого человека? Очень интересное лицо. За все в ответе. 2000-е и 2010-е годы. За все в ответе. Какие они были эти годы? Для этого человека кто-нибудь, кто-нибудь, кроме него самого, знает это? Не забывайте, что Ельцин подписал документы с Дудаевым о выходе Чечни, что означает выход всех республик, а это кровь. То есть, хосовертовские соглашения, это фактически начало распада Российской Федерации. Я думаю, что Ельцин, отдавая власть Путину, не хотел быть последним президентом России. Он уже это понимал. Мы продолжим разговор сегодня о Путине с того самого места, с того сюжета, где мы остановились накануне второй серии нашей документальной картины. Хосоверт. Знаем ли мы, россияне, что накануне президентских выборов, Борис Ельцин по его решению, генерал Александр Лебедь, тогда секретарь Совбеза страны, подписали документ, где были обозначены распад, начало распада, именно распада Российской Федерации. Знаем ли мы это? А вот в самом деле, кто-нибудь, Николай Иванович, читал хосовертовский, вот сам документ, хосовертовские соглашения, Москва и Чечня. Это один из пунктов, в любую секунду Чечня имеет право выйти из состава России. Ну, как читали, это же предъявили только после того, когда было подписано. А как вот не поинтересоваться, о чем договаривались накануне президентских выборов Ельцин? Лебедь, Александр Иванович Лебедь все это делал. Они сначала подписали, то же самое было в Беловежской пуще. Приехали люди переговорить. И после переговора вдруг возникает документ, который Советский Союз хоронит. Точно так же было в Хосоверте. Никто не хочет вспоминать эту историю новейшей России, потому что это было прямое предательство стороны Лебедя. Но Хосовертские соглашения Лебедь делал под себя. Что ты имеешь в виду? Он был уверен, что у Ельцина совсем плохо со здоровьем. И он станет президентом? Да. Абсолютно. Как его втащили в эту Чечню, да? Человек с очень большой интуицией. Ну, то есть военные. Грачев? И Грачев, и окружение гражданское. Да, да. Сколько можно терпеть? Да мы их в одну ночь, да блиц крик. Борис Николаевич, давайте. Это была трагическая ошибка, которую он пытался преодолеть. Спровоцировали Ельцина на Чечню, слышим мы. Или Ельцин? Натура что-то была такая. Он был готов каждую свою республику российскую брать штурмом в случае чего. Ведь когда-то одна неизвестная страница нашей современной истории, ну уж если говорить, то говорить все до дна. 92-й год. Борис Ельцин был готов воевать в Казань. Это был 92-й год. Это был период, когда после призыва ко всем нашим автономиям берите полномочий столько, сколько вы можете съесть. Наши субъекты федерации стали, в общем-то, брать полномочия. Ну а Татарстан тогда принял свою конституцию. Можно было просто сесть, договориться, ребята, давайте сделайте поправки в эту конституцию. Но Ельцин решил вводить войска? Нет, время пришло собирать камни. Ельцин тогда собрал группу Шахрай, Грачев, был Ерин, министр внутренних дел, и был я. И проработать операцию... Взятию Казани. Взятию Казани. Господи, боже мой. Операция должна была повторить операцию... Грозного. Нет, не Грозного, а Ивана Грозного. И стали считать. То есть, что всерьез собирается ваша рабочая группа? В серьезе собирается. Решать вопрос, как вводить войска? Еще не было тогда проблемы Чечни так остро, да? Ведь не стояла она. Нет, это до Чечни. До Чечни за три года. Да. Министр обороны говорит, что... А, вот у нас столько-то десантников. Такие-то ВДВшные бригады. Но у нас все планеры остались на Украине. Ведь с планеров надо сбрасывать десантников. Прыгать не с чем. Мы, значит, должны проходить по территории Татарстана. Там где-то заводы есть. Которые пороховые, там, по вооружениям и так далее. Они взорвут эти заводы в Волгу, мы отраим. Я тогда говорил, ребята, а вообще в чем дело? Почему мы должны каждую свою республику брать штурмом? Надо поручать нашим юристам садиться и там... Войска реально могли войти в Казань? Да, могли. Короче, Ельцин дал такую установку. Если мы принимаем решение и даем ему добро, и говорим столько-то войск вести, что-то там делать, то это Ельцин и принял решение. Пороховые склады, Волгу отраим, крупные оборонные заводы, все на берегу. Предполагалось, что они будут взорваны. Ментимир Шаймеев знал об этом плане Ельцина. От войны ушли. Вы знали об этом, да? Ну, конечно. Никогда об этом не говорили, Ментимир Шайманович. Зачем? Кровь могла полить. Вот вы же говорите об этом как раз. Так то я говорю, я хотел, чтобы когда-нибудь... Напишите книгу о том, как все будет. Я что хочу сказать, вот отвечая на ваш вопрос. Ведь в стране у нас снизу перестройка никогда бы не пошла. Сверху то, что Михаил Сергеевич, он несколько иным, видать, видел, что мирным путем это пройдет. Такая страна, как раскачегарить сама себя, это невозможно. Но Борис Николаевич жизнь положил на алтарь. Он положил. Он любой момент мог потерять жизнь. О чем-то? Любой момент. А кто положил? Это ведь смелый шаг, я вам скажу. И так еще раз, спровоцировали Ельцин, начнем. Это была одна из самых главных болезней Ельцина, его непоследовательность. Он по крови стал третьим в новейшей истории после Сталина и Ленина. Он опередил и Адропова, с южнокорейским Боингом и Афганистаном. Он опередил Горбачева, с Карабахом, Двилиси, Баку. Ну, такой парадокс. Демократ Ельцин стал третьим в новейшей истории по крови. Кто положил глаз на Дудаева? Старовойтова, которая приехала в Вильнюс, говорить с Дудаевым, который командовал полком и одновременно был комендантом. Убеждать его не стрелять по мирным людям. И он ей понравился. Дудаев ей ответил, что я не буду стрелять по населению своей страны. И он ей понравился. А если это Совертовский мир, распад России? Там прописано черным по белому, что Чечня может в любую секунду выйти из состава России. То есть его сначала привезли, до зубов вооружили, потом начали у него за спиной какие-то шашни по поводу оппозиции, неоппозиции. Тогда почему же мы до сих пор ставим Ельцина и Путина рядом? Путин сохранил Россию, Ельцин подписал распад. Когда-то Советский Союз, Ельцин в Миловежской пущей приходовал. Это точно так же было перед уходом Ельцина, подписан распад России. Абсолютно с тобой согласен. Россия стояла вот на краю пропасти. Вот еще шаг, и мы улетели вниз. Изменится государственный строй России, как планировал Ходорковский. И вот Путин на краю этой пропасти сумел удержать и оттащить от края пропасти. В момент, когда он пришел к власти, не было никакой возможности сохранить территориальную целостность страны. Ты отвечаешь за свои слова? Отвечаю. Распад армии, распад всей системы безопасности, распад военной элиты. Он пришел, сумел консолидировать элиту, а никто не ожидал, что он сумеет это сделать. Когда он стал президентом, люди, которым этому способствовали, не ожидали, что в нем будет такой потенциал сопротивления. Нам запрещено говорить о том, что российское государство создавали американские иностранные советники. Хотя это видели сотни тысяч людей. У Чубайс весь шестой этаж, госком имущество были иностранцы. Мы лицейрушники, их набирали в университетах. В том числе и лицейрушники. Открыто об этом Клинтон говорит. В марте месяца текущего года она сказала, что мы в состоянии войны с Россией уже 20 лет. Именно войны. Войны слово употребило информационной. Что мы информационную войну осуществляем пропагандой, цензурой, финансированной работой интернета, твиттера. У нас в России есть враги в этой войне, которых мы просто информационно бомбим. И многое другое. С 45-го года. В войне. А не с нами информационные американцы. С 45-го года. Мы осознаем это в должном мире. Как ты считаешь? Мы, страна, мы, государство. Сейчас, да. Раньше, в течение лет 10... Что мешало осознавать? У нас министров назначали по звонку из Белого дома. В США. Это была практика. Эйфория начала проходить, и в обществе начала проходить. Во второй половине, особенно после Сербии. Оккупации Америки. Бомбежка, оккупации. То есть война с Путином, которая не дала России развалиться, это вещь неизбежная. Я вот все о своем надею, чем. Ненависть, война, все это... Слово война ключевое. Здесь информационная война также страшна. Человека можно убить физически, а можно убить ими. Естественно. Путин воспринимается как главный гарант суверенности России. Именно по нему наносится главный удар. Ну, подожди секундочку. Почему никто не объяснит тогда, для чего нужен американцам распад России? Ведь наше великое оружие у нас осталось. Великое, действительно великое, непобедимое оружие. Прежде всего, это ракета, которую американцы назвали «Сатана». 36-я модель. Ракета Янгеля. Владимир Федорович Чуткин заканчивал ее. Она разбивает любую пробку. Ее невозможно остановить. Один запуск, нет Нью-Йорка, нет Вашингтона. Есть другие разработки. Есть Искандер, есть Тополем, но вот «Сатана». Ее перехватить в космосе, она через космос летает, до сих пор нереально. 15-17 лет, мир не будет однополярным пока у нас. Есть такое оружие, ракеты по всей России, более 100. А центр управления один, под Москвой. Для чего нужен американцам распад России? Ведь здесь другое государство. Ракеты на Дальнем Востоке, на Севере, по всей стране. Или там, другие страны. Ракеты только железки. Центр управления один, они не полетят иначе. Нет. Сейчас... Такой мотив не понимает никто. Совершенно. Никто не верит в ядерную войну. Распад России, я понимаю, что... И не хотят верить. Но ракеты-то делались не для войны, а для статуса. Для сдержки. Косыгин их делал для статуса. Великая держава, пока у нас есть такое оружие. Это очень умные люди. Сергей Николаевич, Косыгин и наши оборонщики. Они ведь делали эту ракету не для войны. Но пока есть такая ракета, мир не будет однополярным никогда. Мы ощущаем, что ядерное оружие является атрибутом статуса великой державы. Но в элитах этого понимания нет, потому что нет боязни. Нет боязни даже сейчас, когда события в Ливии... Половина элиты чуть ли не рукоплескала. Западная демократия. И с удивлением можем это констатировать. Они радовались тому, что происходит Ливия, и свергают очередного диктатора. Надо разобраться, диктатором или нет, для начала. Сейчас все враги говорят, что при Хусейне было лучше. Экономически, конечно, сейчас же разруха там полная. Гражданская война, теракт на теракте. Да, диктатор, но меньше погибало, намного меньше. Любой человек, который будет отстаивать интересы России, с ним будут бороться. Человек, который еще имеет власть и имеет харизму, Путин, его будут уничтожать. Почему же мы это все не объясняли, не отбивали? Путин восстановил суверенитет страны. Когда началась война в Чечне, по всей России удалось с трудом набрать 35 тысяч боеготовных солдат. При нашей миллионной армии, тогда полтора миллиона было, по всей России удалось набрать только 35 тысяч человек. Забывается, что проблема 2003 года, это угроза потери финансового суверенитета. Все были уверены, что Россия не сможет в 2003 году заплатить внешние долги, и после этого будет взята под внешнее управление. Тут берутся величайшие мировые правительства за право контролировать, вести, давать указания. Борьба идет. Борьба, жесточайшая борьба. О том, кто как дерется, Марина, у нас впереди самый страшный рассказ. Сейчас дело Литвиненко, убийство в Лондоне, якобы убийство полонии. Но прежде чем мы вернемся к главному вопросу, кто и как на самом деле борется сегодня с Путиным, я хочу, Марина, чтобы каждый из наших зрителей честно сказал сам себе хоть раз в жизни что-нибудь вот об этой трагедии в Ираке. Гибель детей, сотен детей заживо сгоревших в бомбубежище. Первая война после куверитой Америки с Саддамом. Вот кто-нибудь хоть что-нибудь об этой трагедии, одной из самых страшных в 80-е годы, для всей планеты самых страшных, что-нибудь знал? Я хочу просить Государственную Думу выразить благодарность нашему министру иностранных дел, который добился разрешения комитета по санкциям ООН на доставку... Здесь, в Багдаде, совсем другой мир, совсем другая жизнь. Это бомбоубежище на окраине Багдада. В тот момент, когда американский фонтон кинул сюда одну за одной две страшные бомбы, здесь было более двух тысяч людей, дети, женщины и старики. Почти все они погибли, сгорели заживо. Эта женщина потеряла здесь в одну минуту всю свою семью. Это ее дети. Мировая пресса много и подробно писала о Хусейне. Но знает ли кто-нибудь в России, что здесь, в Багдаде, делали американцы? Мы помним войну Америки и Вьетнама. Тогда в России никто не называл ее справедливой. Война Буша против Хусейна – это неизвестная в России война. Американцы знали, что это мирный объект, не военная база и даже не административное учреждение. Тепловой удар был настолько страшным, что расплавились камни, и здесь на камнях отпечатались детские ладошки. На стенах от людей навечно остались их тени, именно потому, что удар был тепловым и очень мощным. Буш знал, что делал весь мир. Весь мир простил это Америке. В медийном пространстве образ события или человека формируется вне зависимости от того, что происходило в реальной. Любая сильная личность, которая берет на себя смелость открыто противостоять Вашингтону, тоже становится а, недемократичной, нерукопожатной, как они говорят, и подлежащей устранению. Либо политическому, либо физическому. Почему мы уходили в сторону от этих узловых вопросов все эти годы? Это вопрос, который я задаю себе и всем своим коллегам. С удивлением, кстати, мы можем это констатировать. 2003 год мы прошли просто так, и сейчас о нем вспоминают только как о казусе Ходорковского. Опять-таки мы виноваты, мы не объясняем, мы не договариваем до конца. Есть пример того, как мы... Не могу сказать, что мы проиграли информационно эту историю, я не о Ходорковском сейчас. Прости, пожалуйста, мы сделали две работы о Ходорковском, я мои друзья. Истерика закончилась сразу. Показали вещи неопровержимые. Они вторую серию просто стали замалчивать. Те, кто орал, вот сегодня неправда. Конечно, конечно. Просто замалчивают. Первая серия, они еще как-то трепыхались. А тут все, вторая серия вышла от трупа Ходорковского. Как тут возражать? Как тут возражать? Просто Ваш фильм, это фильм диссидентский времен Советского Союза. Вы говорите о том, о чем... Какой я к черту диссидент? Это вам кажется. Вы говорите о тех... Вы диссидент с точки зрения американцев. То есть, правда есть диссидентство? Конечно. Еще один момент. Если мы посмотрим анализ Путина, кроме того, что действительно удалось спасти российскую государственность, а это миллионы жизней спасти, потому что понятно, что такое распад России. Это погибших миллионы. Это катастрофа для каждого человека. Конечно, конечно. Весь фильм, это мои вопросы, ответы пострадавших. Это интервью, не более того. А там около 70 трупов. Мы и дальше будем эту работу продолжать. Около 70 трупов. Но есть пример, когда обязаны были все говорить до дна, и опять-таки не сказали. Дело Литвиненко. Полоний. Лондон. Смерть господина Александра Литвиненко. Я хочу напомнить, как в момент истины когда-то говорил Аполлоний. Что такое Аполлоний? Вся правда Аполлонии. Что случилось в Лондоне с господином Литвиненко на самом деле? И было ли это убийством? Сразу скажу, что весь наш сегодняшний разговор слушает, надеюсь, внимательно слушает, и по телефону будет комментировать из Лондона Борис Березовский. Мы его тоже пригласили в качестве нашего гостя для диалога. Что случилось в Лондоне? Версия нашей программы. Что есть Аполлоний? Аполлоний – это уникальный материал, который образовывается в природе при распаде урана. И уникальность Аполлоний заключается в том, что он чистый альфа-излучатель. То есть он распадается с высокой энергией. Поэтому ничтожное количество Аполлония очень горячее. К примеру, один грамм Аполлония – это фактически киловатт нагревательной мощности. То есть ее в руках держать невозможно? Просто все сгорит. Мария Кюри держала ничтожное количество Аполлония. А она открыла Аполлонию-210? Это и есть ее открытие, за которое она получила Нобелевскую премию. Она добыла ничтожное количество Аполлония и сожгла себе кожу. То есть там было меньше грамма? Там было меньше миллиграмма. Ничтожная доля Аполлония меньше миллиграмма сжигала руки морейки. Не только кожа, но и то, что находится под кожей практически до самых костей. Если попало большое количество альфа-частиц в клетки кишечника, то погибают вот эти поверхностные клетки кишечного эпителия. Так вот, как было при острой лучевой болезни с людьми, которые получили очень высокие дозы излучения в Чернобыле. У них первый синдром – это поражение клеток кишечника. Но это должна быть очень высокая доза. Они вот попали в эту клетку, они там и остались. Если мы говорим о господине Литвиненко, вот его фотографии в больнице. Они вошли весь мир. Любая доза меньше грамма, грамм две десятых на самом деле, Аполлония с этой дозой, как мы предполагаем, пока так будем говорить аккуратно, он имел дело. Если он имел дело, Литвиненко, даже не с одним два десятых грамма, Аполлония две десятых, а с миллиграммом Аполлония, на его фотографии должны быть ожоги. Сгорает губа, сгорает гортань. Если бы в чашке был один грамм Аполлония, кофе бы бурлило и кипело моментально, как тот в этот грамм попал бы. Но в месте контакта Аполлония со слизистой рта, по всему пищеводу… Все сгорает. Везде были бы не просто ожоги, а были бы язвы. Потому что он высокотемпературный, он распадается, он разъязвляет ткани именно температурой и химией своей. И поэтому весь пищевод был бы перфорирован, по сути дела, если бы речь шла о том количестве полония, о котором заявляют… Вот если бы ему отравились, речь шла бы именно об отравлении. Если говорить о том, что… Если он выпил этот полоний, сгорело все внутри. Совершенно верно. Убийство ядами – это самое тайное и незаметное убийство. Суть этого убийства заключается в том, что ядами убивают тогда, когда хотят скрыть, что этот человек убит, и представить это, как реальное развитие саркома или чего-нибудь еще. Существуют тысячи ядов, позволяющие убивать человека одним толчком малой дозы, так, чтобы потом ни одна медицинская комиссия никогда ничего не делала. И эти яды не стоят, замечу я, 36 миллионов евро, как грамм по луне. 36 миллионов евро. Теперь просто скажу, что если поставить весь ряд убийств, ну, хотя бы от Борджа, до Суббоноплатовой, или нацистской Германии, или английской разведки, все этим занимались в мире, или ЦРУ, неважно. Вот весь этот ряд убийств, то весь ряд убийств идет по одной линии, а эта штука с полонием идет вот там где-то. Абсолютно другой. Потому что всегда убивали ядами так, чтобы максимально скрыть, там, укол зонтиком, терпыр. А здесь сделали так, чтобы все показать, чтобы единственно долго сидели все, чесали репу и думали, как устроить шоу из отравления. Шоу. Вот если он выпил этот полоний, сгорело все внутри. Совершенно верно. Он вынужден был бы вытирать капли полонии, которые жгли бы ему рот, и тогда бы у него были, как у Марии Кюри, изъязвлены все руки. Ожоги на руках. Это невозможно скрыть. Ничего этого на фотографии нет. Если бы такое количество полония было бы применено в помещении... Да даже любое количество, не просто грамм, а миллиграмм. Если бы даже был миллиграмм применен вот в этом помещении, которое, говорится, там, фактически 100 квадратных метров, то все, находившиеся в этом помещении... Включая Лугового. Включая Лугового. Его детей, с которыми он пришел на это мероприятие. Это отдельная тема. Мало кто знает, что на самом деле, якобы убить Литвиненко, Луговой пришел вместе с женой и восьмилетним сыном. И принес с собой полоний, который не сжег при этом Лугового. В том помещении, где полоний получил доступ к окружающей среде... Все полегли. Все должны были умереть. От одного грамма какое количество людей погибает? Если один грамм полония положить в баре «Миллениум», то погибнут в течение первых 100 дней все люди, которые зайдут в это помещение. Вот просто все до одного? Все до одного. Мгновенное поражение слизистой... Ну как Литвиненко? ...дыхание. Ну только дыханием. Они же не будут пить его. Они будут им дышать насмерть. В последующем симптомы будут менее-менее яркие, но погибнут в течение 100 дней, кто будет туда заходить. То есть любое количество. Любое. 20-30 тысяч людей через бар проходит, все получают... Полоний не яд, а радиация. Причем такой концентрации, что микронные количества, попавшие внутрь человека, его убивают. Боевым количеством полоний являются миллиграммы на человека, а граммы являются боевым количеством для нанесения ущерба войскам противника. Если распылять граммы над позициями войск, то будут погибать дивизии. Я поймал золотую рыбку на пруду и спросил ее о правде на беду. Березовскому удалось перевести все это в формат борьбы с режимом. И никто не стал разбираться, откуда у Литвиненко полоний. Березовский подозревался в убийстве Листьева. Перед этим Березовского взорвали. Мерседес. Была реализация информации, что он как-то причастен к делу Листьева. РОП Москвы выехал задерживать Березовского. Неужели поехал на задержание? Они приехали. Оттуда с автоматом вышел Литвиненко и говорит, здесь уже ФСБ позвонил ныне покойному бывшему начальнику ФСБ по Москве Трофимову. И говорит, тут наши интересы. РОП хочет Березовского к себе забрать. А то Васильевич позвонил Рушаеву. Давай мы будем заниматься этим делом. Поскольку в той ситуации Литвиненко спас Березовского от ареста, Березовский его к себе приблизил. И она мне отвечала, И она мне отвечала, Что я правды в этом мире не найду. С запалом от атомной бомбы разумно убивать человека? В центре Лондона. Или все-таки проще, вот ты смеешься, все-таки проще топором где-нибудь. Я цинично говорю сейчас, но просто по здравому смыслу. Да проще топором. Ну по здравому смыслу, да. В китайском квартале Лондона, да, не дай бог, конечно, кому-то. Но запалом от атомной бомбы, стоимость 36 миллионов, запал стоит евро, грамм. Запалом от атомной бомбы. Самое дорогое отравление в мире, 36 миллионов евро. Вообще, вот я удивляюсь, в каждой стране имеются ученые, специалисты, диверсанты, спецслужбы. Любой журналист может провести вот такое расследование. Тогда, конечно, вот прежде чем мы дадим слово Борису Абрамовичу, Березовскому очень хочу его комментарии услышать, еще несколько минут. Почему мы как дети? Потому что... Очевидные вещи, мы как дети. Перед нами спецслужбы английские. У них часть мандира, я понимаю. То есть это запредельный... Если мы предположим, что пусть даже не в центре Лондона, а где-то на окраине, создавали, используя полонии, грязную бомбу для России, я знаю, что снесет Путина. Путин снесет второй Беслан. Сказал мне Борис Абрамович Березовский года два назад. Он меня поправит, если я не прав сегодня. Путин снесет второй Беслан. Вот и делали, как мы предполагаем, грязную бомбу для российского метро. И не одно, а восемь, девять. Литвиненко однозначно получил аэрозольное поражение этим полонам. А вот это самая главная тема. Отчего все-таки он умер? В первую очередь человек погиб, потому что не умел обращаться с радиоактивными материалами. То есть сам Литвиненко, без всякого лугового наше предположение, контрабанда полония. Полония идеальное вещество для создания радиологического оружия. То есть грязной бомбы. То, что журналисты называют грязной бомбой. Это когда на станции метро оставляется один грамм полония, на другой станции еще один грамм полония. За неделю через эту станцию проходят миллионы людей, каждый из которых получает смертельную дозу. То есть появляется некая организация террористическая, которая берет на себя ответственность, заявляет, что мы разложили это полонии по всему городу, либо вы прогоняете Путина, россияне, пусть Путин уходит в отставку, либо будете умирать от рака. Применение радиологического оружия это однозначно смерти миллионов людей. Отыскать пытался истину в стране, где извечно топят горюшка в вене. По 40 тысяч смертей в месяц от одного грамма полония, если 8-9 граммов. 8-9 таких вот бомб грязных, они же примитивные грязные бомбы. Березовский тут же сказал, это полонии, а полонию может предоставить только государство. В Литвиненко утверждается понимание того, что за всем этим стоит лично Путин. Ну, самое дорогое отравление в мире, что с этим сделаешь? Получается, что самое дорогое. И что из этого? 36 миллионов евро? Которое было введено в тело Литвиненко полония десятки раз превосходило уровень достаточно для того, чтобы убить человека. То есть доза была большая, и тогда пострадали бы все посетители бара Миллениум. Ну... 1 грамм это 1 киловатт. Это очень сильная энергетика у этого топлива. Это топливо... Ну, например, для того, чтобы полония отравить, нужно его ввести вовнутрь организма. И вы знаете, что действительно есть пострадавшие в этом баре, поскольку отмыть его так просто невозможно. Поэтому все те, кто выпил потом из этой же чашки, которую уже помыли, безусловно, это сказалось на их здоровье. В том-то и дело, что чашку от полонии отмыть невозможно. Это радиация. Вы совершенно верно сказали. Именно поэтому проверяли даже уровень радиации в Темзе, поскольку сливалась вот эта вода в Темзу. То есть доза в полонии была большой, это факт. 1 грамм, еще раз скажем, 1 киловатт. Чашку бы разнесло вместе с баром в отеле Миллениум, но погиб, слава богу, один Литвиненко. 36 миллионов евро стоимость топлива, хотя бы пырнуть ножом человека. В китайском батареи Лондона. Это очень точный вопрос. Я думаю, что на самом деле причин на то несколько. Безусловно, те, кто готовил эту операцию, убедили выше руководства страны, что это абсолютно безопасный с точки зрения раскрытия способ осуществления преступления. Я готов принять версию противоположной стороны и сказать, да, Литвиненко кто убил? Путин. Но я хочу знать, нафига он это делал? Блин, нафига он это делал таким способом? Накануне выборов. Накануне выборов, да? Президента Российской Федерации. И третье, что я хочу знать. Путин это делал с непонятным мотивом и с помощью таких средств, которые исключают всю практику. Да, вой-то какой идет? Это восстановлена тайная лаборатория ядов, это новый судоплатов, КГБ снова. Но тайная же лаборатория ядов, тайная, а не клоунада на весь мир. Я думаю, что все-таки убийство Саши Литвиненко, это был первый шаг вот в этом заговоре. А заговор стоял в том, что в конечном счете показать на Березовского и сказать, что вот именно Борис Абрамович и расправился с Литвиненко, потому что он обладал только каким-то секретом и так далее, и так далее. То есть чисто, так скажем, русского убийства погнаться за двумя зайцами, да? Я даже не хочу обсуждать, Игорь Леонидович, зачем Путину, его же обвиняли на Западе, Путина, потребовалось запалом от атомной бомбы убивать человека за 36 миллионов евро. Но у нас же никто не пытался защитить иную версию. Вот у вас, по-моему, впервые в вашем фильме специалисты высказывают... Сюжет о Литвиненко был показан два с лишним, или три даже года назад. Вот то, что мы видим. Вот сейчас расширенный вариант. Да, на канале этого центра открою маленькую тайну. Эту передачу с эфира сняли. Березовский, сказали мне. Дурачки там нашлись. Советская контрапаганда была действием. Чем мы все, конечно. Там были талантливые перья, которые свои идеалы умели защитить. Потом обвинить правительство... Чем чудовищнее лучше, как не вспомнить Геббелеса, да? Вот если мы хотим что-то верить, мы и будем... Никакие аргументы... Тупо, упрямо. Никакие аргументы. Секун, что тогда возникает самый главный вопрос. Да, Борис Абрамович, самый главный вопрос. А какие факты, именно факты, есть в этом уголовном деле у Скотланд-Ярда? Все основные документы, все основные доказательства. И я вам могу сказать это совершенно точно, поскольку я сам являюсь свидетелем по делу Литвиненко. Меня неоднократно так прошел Скотланд-Ярд. Какие главные доказательства? Я вас уверяю еще раз. Какие главные доказательства? Все необходимые документы, для того, чтобы убедительно доказать, все документы, соответствующие этому, переданы. Я думаю, что часть материалов, которые прямо указывают на причастность государства к этому преступлению, возможно, именно эти материалы пока и не поступили в российскую генпрокуратуру. Но, безусловно, все больше материала будет появляться у России, свидетельствующие о тех организаторах, заказчиков этого преступления, которые стоят за этим. Да, пока все происходит с точностью до наоборот. Когда наш следователь, генпрокуратура, отводов, приехал в Лондон, от него все попрятались, врачи засекретили самый главный документ. Акт вскрытия тела Литвиненко, самый главный документ засекречен. Почему? Внимание всего мира к этому прикованному засекречен. Врачи попрятались. У меня было впечатление, что приехал налоговый инспектор, а не исследователь генеральной прокуратуры. Счета в банках моих друзей, где находится три губы в журналистской, ее телефоны. Если вы свидетель, знаете, материалы дела были на допросах, какие доказательства, сейчас назовите в эфире, какие главные доказательства есть в этом деле, что ФСБ Москва луговит? Вы знаете, там есть главное доказательство, это те люди, которые непосредственно осуществляли отравление Литвиненко. То есть все звенья, которые расположены здесь, в Великобритании, и по дороге в Великобританию, они все вскрыты. А поскольку очень легко идентифицировать, подчеркиваю, место производства полония по самому полонию, то, безусловно, известно и место производства полония. Вы эту цепочку, этот транзит, готовы назвать, как и место производства полония? Вы знаете, я вам хочу сказать, что безусловно, вот транзит сам, Безусловно, назван материал из Коржун-Ярда. Я вам не готов это сказать. Но все эти материалы и в анализе Королевской прокуратуры, и в тех материалах, которые представлены в Российскую Федерацию, безусловно, есть вся логика совершения этого преступления. Нет никаких фактов, иначе эти факты были бы переданы российской стороне. Это попытка заявить о себе как о серьезном игроке на международной политической арене. Но все-таки, какие факты? Именно Россия более всего заинтересована в раскрытии обстоятельств убийства Литвиненко. Ну, можете называть как угодно, и что из этого? Если факт, есть факт. Почему вы не собраться с нашим специалистом, английским специалистом? Да все вместе, вон в эфире. Это дело уголовное. Посмотреть. Открываем? Да, совершенно открыто. Грязовского слышит вся страна. Факт. Где они, эти факты? Он знаком с материалами дела. Ну, для меня здесь многое, конечно, понятно. И понятна логика, о которой, кстати, упоминает Березовский. У нас, например, достаточно фактов, что и Первая Чеченская, и Вторая Чеченская войны, это детище спецслужб Великобритании. В том числе? В том числе, конечно. Это, говорит, бывший министр иностранных дел нашей российской армии, то есть человек, который занимался этой проблемой вплотную. Конечно, и тот же знаменитый, известный план Голдсмита и прочее, прочее. Еще раз, я хочу, чтобы все наши зрители, еще раз, вот вместе задумаемся, у Бориса Березовского есть возможность на всю страну сказать сейчас что угодно. Я прошу факта, как это полагается вследствие. Во сколько-то человек пошел в бар Миллениум? При нем была такая-то доза. Вот у меня есть факты. Луговой с женой и сыном. Ну, допустим, сложные отношения с женой, может, жену не жалко, но сыну 8 лет. По версии Скотланд-Ярда, входит в бар Миллениум. Луговой вынимает незаметно для официанта, который отвернулся в бар Миллениум, капсулу с граммом полония. Ну, как можно серьезно относиться к показаниям официанта, который сказал, что его отвлекли, и в это время теоретически могли Литвиненко отравить. Грамма, еще раз скажу, достаточная для запала, для атомной бомбы. Вот версия, которую нам предложил Скотланд-Ярд. При этом засекреченные документы, включая медицинский акт вскрытия тела. Это полный бред, чтобы на совершенно малозначимого человека... Из конвойных войск. ...такие усилия. Он такой мелкий халуй, выполняет отдельные поручения Березовскую, и он абсолютно неинтересен для российских спецслужб. В судебно-медицинской экспертизе должно быть указано, аэрозольное он получил дозу, или при принятии пищи. Полониям при принятии пищи отравиться нельзя. Все уже эксперты, причем британские эксперты сказали, если контейнер открывается с порошком, он такими летучими свойствами обладает, мгновенно заполняет все пространство. То есть не было бы и бара Миллениум, все, кто в баре... Ну, конечно, это как взрыв микробомбы. Я послал Великобритании в Москве, послал наши материалы. Я Караулов послал послу с письмом, крайне вежливым. Аж исходительство, вот есть такая передача «Момент истины», вот мои гипотезы высказывают, гипотезы. Не ответил послал. Это невежливо. Английское воспитание требует, конечно... Зато более 500 статей. Путин, убийца Литвиненко. Борис Абрамович, ведь до сих пор твердит, что это... Был заговор против него. Файклок по-английски. С запалом от атомной бомбы. А взрывы домов в Москве, которые усиленно навешивали... Другая идеологическая идея. Опять-таки Борис Абрамович старался с пены в руках. Оказывается, что это делал в Фейсбурге. Да. Он же там пресс-конференции собирал в Лондоне, обещал предъявить что-то, но так и не предъявил. Надо, значит, все открывать, смотреть... Да, борьба с ним, об этом мы говорим. Я о нас. Кто такие мы на самом деле? Мы ничего не знаем о Хасабютовском мире. Возвращаемся к началу фильма. Ну, нам вообще наша история не так интересна. Нам интересны версии. О распаде России речь. Как это может быть неинтересно? Мы ничего не знаем о преступлениях американцев в Ираке. Да, да. Это напоминает тень мальчика на камне в Хиросиме. А с теми тоже такая же. Да, это даже стратегия. Чудо, тайный авторитет. Когда что-то скрыто, предполагается некая тайна... То есть расчет на то, что мы дураки, пипл все схавает, как тот же Борис Абрамович когда-то сказал... Ну, мы сами себя иногда считаем из-за идиотов, понимаете? Мы люди очень легковерные. Россия, она верит. Она поверила в коммунизм. Поверила. Страстно поверила. И стала его осуществлять. Причем она верила в одно, а сочлила в совсем другое. Мы верим в то, во что мы хотим верить. Мы люди ориентированные на внутреннее убеждение. А если я скажу, об этом будет наша следующая серия, что Иван Петрович Рыбкин, помните, он в Киеве потерялся? Да, да, там был такой момент. Поехал в Киев Иван Рыбкин. Да, да, да. Вдруг взял и потерялся. Просто женщина там ночевала. Женщина, еще что-то. Если я скажу, что Иван Рыбкин по многому спас, вот так ставлю вопрос, спас наши президентские выборы. Тем, что потерялся, то есть остался жив. Зарегистрированный уже к этому моменту кандидат в президенты России Иван Рыбкин. Вы же подзабыли, правда, этот сюжет. А я напомню, что Иван Рыбкин сыграл огромную роль в современной истории, именно потому, что якобы потерялся. А это был еще один удар, именно по кандидату в президенты России и Путину. Ну, об этом в нашей следующей серии. Да, это, несомненно, будет интересно, поскольку история, вещь чрезвычайно любопытная. Как выясняется. Как выясняется, да. Как выясняется. КОНЕЦ Какое сегодня лицо у этого человека? Очень интересное лицо. За все в ответе. 2000-е, 2010-е годы. За все в ответе. Какие они были эти годы? Для этого человека кто-нибудь, кто-нибудь, кроме него самого, знает это? У меня очень мало времени, мне очень тяжело. И я обращаюсь ко всем людям в качестве волонтеров и добровольцев помочь мне и для этого использовать трибуну кандидата в президенты. У нас сегодня неожиданный разговор. Ирина Ватсоновна Хакамада. Право не, по-моему, говорить Хакамада. Хотя она стала японкой, вдруг стала японкой, только тогда, когда в политику пошла. До этого наносил простую русскую фамилию. 2004-й год. В интернете появляется маленькая Геннадий заметка о том, что Березовский хочет убить Ирину Хакамаду. Кандидатов президента России, правда, еще не зарегистрировали. Очень важный момент регистрации. Эта заметка в интернете наделала много шума. Когда какая-то гадость готовится, очень важно на опережение сказать о том, что готовится гадость. Тогда те, кто готовит гадость, лишний раз задумываются. А потом в Киеве, напомню, неожиданно исчез другой кандидат в президенты России. Выборы впереди. Иван Петрович Рыбкин. У меня сложилось тогда очень четкое впечатление, что Иван Рыбкин был расходным материалом. Я открою сегодня, спустя годы, небольшую тайну. Я узнал об этом, даже просьбу получил от высших руководителей одной из наших специальных служб озвучить этот факт. Это была передача «Помент истины» на канале ТВ-центр. На опережение. Потому что у руководства спецслужбы была проверена информация, что Березовский готовит террористический акт. А вот потом в Киеве исчез Иван Рыбкин. И надо отдать должное Ивана Петровича Рыбкину, уже в этот день зарегистрированному кандидату в президенты. Он ехал в Киев, а в этот момент в Москве он официально стал кандидатом в президенты России. Сам Рыбкин тоже надо отдать ему должное. Конечно, такого тумана напустил, когда его спрашивали, как он в Киеве потерялся. Бывший секретарь Совета Безопасности, многим фактам, ну просто не могу найти объяснение. То есть? Я поехал в поездку в Киев. Вхожу в вагон, доезжаю до границы, разбудил пограничник, естественно попросил паспорт, посмотрел. Наш российский. Иван Петрович, всего доброго, спасибо. От моей декларации отрывается верхняя часть, он просит таможенник. Вы, пожалуйста, это сохраняйте при обратном выезде, вам нужно будет предъявить. Все. Вдруг новость первая, как говорится, одна плохая, другая хорошая. Регистрация прошла, и вдруг объявляют о том, что я пропал. Думаю, как это я пропал? Я вот он, хочет скрикнуть. Первое, конечно, движение взять и позвонить. Ну, это самое простое решение, я всегда остерегался простых решений. Стоп. Думаю, а почему я должен звонить? А почему я пропал? Вы как дурачок какой-то взял, потерялся. Как ирония судьбы, герой Мехков. Проснулся, город другой. И стали из Рыбкина наши коллеги делать, при всем наши коллеги, идиота. Потом стремительно развиваются события, создаются штабы по поиску, обращения. Первое движение позвонит. Думаю, что происходит? Что ты здесь, парень, нечисто? Это он себе говорит. Я себе говорю, что ты здесь нечисто? Я предполагаю, что Борис Абрамович очень внимательно читал две книги. Это Конституция нашей страны и Уголовный кодекс. Если бы труп кандидата в президенты России, допустим, эту мысль, лег бы где-нибудь в Киеве, к дверям агентства Рейтер, часа в два по местному времени, когда половина страны с Камчатки, с Дальнего Востока, за него, за Рыбкина, в частности, голосовали, как за живого, а он труп. Или Хакамада, сакральная жертва. Никто в мире не признал бы итоги таких выборов, когда труп баллотировался. И легитимность президентства Путина не признал бы. Никто в мире. Да и мы в России могли не признать в этой ситуации. А тогда по Конституции вся власть на четыре месяца переходит к кому правильно? К исполняющему обязанности президента, к премьер-министру Касьянов. А за четыре месяца в стране какие угодно изменения могли произойти. Он же олигархический кандидат Касьянов. Плоть от плоть. Я, честно говоря, даже не мог предположить глубину такую проработку. А Бориса Абрамовича не надо переоценивать, но и не надо недооценивать. Единственная возможность сегодня противостоять власти, это быть в игре. Более того, хочу сказать, что касается Путина. Ведь до последнего момента совершенно было неочевидно, что Ельцин принял решение, что это Путин. Там были другие кандидатуры. Но кто? Аксюринка. Ровно так же, как и в случае с Степашным. Помимо Степашного была кандидатура Афь-Ксюринка. Был еще генерал Николаев. Но некоторые кандидатуры он абсолютно ни с кем не советовался. Например, как Николаев, это была чисто его инициатива. Я не знаю ни одного человека, который бы с ним обсуждал эту кандидатуру. А что касается, допустим, Степашина, Путина, Кириенко, например, в свое время. Я, например, был категорически против назначения Кириенко. Я знаю, что за Борисом Березовским всегда тянулся кровавый след. У меня, например, нет никаких сомнений в том, что часть автомаштабных террористических актов была организована им самим. Подрыв чеченскими боевиками домов в Москве. На улице Гурьяна. Очень похоже на теракт в Норд-Осте, когда у боевиков не было никакого плана, они получали... И была одна просьба-приказ не отключать мобильную связь. Да. Или же труп человека каждые 15 минут из окна. Боевики не знали, чего пришли. Зачем пришли? И не знали, для чего пришли. Совершенно верно. Березовский в последние годы зарядил сотни миллионов долларов против Путина и на дестабилизацию ситуации в России. По оценке Бориса Абрамовича, у меня были с ним разговоры, он назвал сумму 100 миллионов. Капитал нуждается в тесном взаимодействии с властью. Ведь главный тезис, который провозгласил наш президент, когда Путин, я имею в виду, да, который он был вызван, он сказал о необходимости отделить власть от капитала, что является колоссальнейшей ошибкой. Власть и капитал теснейшим образом переплетены. А когда российский бизнес стал претендовать на власть, то власть страшно испугалась этому. Что, с одной стороны, говорит о том, что власть не понимает, что такое власть и что такое капитал, и какое соотношение между ними должно быть. И второе, что вот это непонимание, оно убийственно для экономики России, если экономика рыночная. Я помню, Борис Абрамович замечательно сформулировал то, что мы все, ладно, Путин, мы все, мы россияне, ненавидим, когда вот такие вот финансовые окулы, как Борис Абрамович, почему-то так получилось, люди преимущественно одной национальности управляют Россией, как хотят. Так и делал Березовский времена Ельцина. Березовский игрок, он не может не играть. Он не прижился на той почве, он по-прежнему живет здесь, с его мыслью о России. Его проект Рыбкин был уже свидетельством того, что у Березовского очень слабый ресурс. Или этот отвод глаз. Исчезновение Ивана Петровича бы не вышло из-за киевской квартиры живой. А труп Рыбкина, это же тем более срывов Егоров. Потому что за него голосуют по бюллетеню, как за живого быть. Рыбкин этого испугался. Я с ним ночь провел перед его поездкой к Березовскому. Тем более, это были их квартиры. Даже квартиры. Понимаете, в чем дело? Сейчас вы успокоились или по-прежнему это... Сейчас вполне успокоились. Вот ощущение такое, что поехал по шерсть, вернулся с Трижиным. Отчасти да. Мне, как говорится, грустно и смешно одновременно. Но тогда мне было грустно, даже печально, но не смешно. Разыгрывался какой-то сценарий, в ходе реализации которого даже он понял, что все это может для него очень плохо кончиться. И поэтому он решил просто всплыть, дабы не оказаться бездыханным телом на просторах нашей необъятной Родины. Вот такая была история. Исчезновение Рыбкина, бездыханное тело его. А ведь действительно, еще раз задумаемся. Если за труп, а Рыбкин зарегистрированный кандидат, голосуют, как за живого человека, а он труп, разница во времени. Убивают в Киеве, допустим, ближе к обеду, а Чукотка, Камчатка, Севера так называемые, где часовые пояса, да, голосовали за него, как за живого. Никто в мире эти выборы не признает. В мире, даже если в России их признают, в итоге, да, включая избранного, всенародно избранного президента Путина. Президенту, у которого на выборах конкурентом был труп. Березовский, еще раз скажу, внимательно читал Конституцию России. А за 4 месяца, когда властью Касьянов, если итоги выборов не признаны, Ох, как за 4 месяца все могло измениться. Более того, Сергей Шахраев предлагал заложить в Конституцию норму, по которой, если выборы сорваны, а это сорванные выборы, все те, кто баллотировался, вот тогда второй раз баллотироваться права не имеют. Как будто Шириновский об этом узнал. Он тогда малышки на эти выборы охранника своего выставлял. Как будто знал. Очень неожиданная версия, очень. Борис Абрамович не сидел, сложа руки. Он минуты считал, он ждал дня выборов. Борис Абрамович хороший математик, но никакой институционалист, никакой организатор. Ему кажется, что с математической точки зрения все выверено. А когда мы говорим в общем об организации, вот здесь ощущается недостаток знания. Ты абсолютно прав. Любой ценой выдернуть Путина из Кремля убить невозможно. Не получается это у Березовского предполагаемое. Да нет такого ресурса. Сорвать выборы ведь когда-то. Похожий сценарий. Березовский предлагал Сергею Глазьеву, который баллотировался в Красноярске, в губернаторе. Исчезни, Сергей. Исчезни в разгар избирательной кампании. Поднимется рейтинг. Убить Путина не удается. Значит будет труп Рыбкина или Хакамады. Не важно кого. Кого-то одного. Но обязательно труп. Ведь самое интересное, мало кто об этом знает, что тогда в президентские выборы у трех кандидатов Глазьева, Хакамады и Рыбкина был фактически один избирательный штаб Березовский. Одни на троих кандидатов сборщики подписей. По всей стране одни и те же люди. Это конечно лично мои выводы, но когда я предложил свои услуги по сбору подписей. Про кому их предложили? За мной числится определенный имидж и знает, что я могу делать такую работу и просто на меня выходит. Ну кто вот был, если конкретно? Со мной связалась Ксения Юрьевна Пономарева и она же предложила собирать подписи сразу для трех кандидатов. Ксения Пономарева глава штаба одного кандидата Рыбкина. Где резонно собирать подписи еще и за Глазьева и за Хакамады? Для меня же это просто бизнес, поэтому мы просто согласовали объем, который я мог бы предоставить, цену и действовали. То есть вы и ваши сотрудники? Ну да. Я бы хотел, чтобы все правильно меня поняли. Я не покупаю голоса, я всего лишь собираю подписи. У трех кандидатов в президенты Хакамады, Рыбкина и Глазьева и штаб фактически был один. И финансировал этот штаб по многому, как и сборщиков подписи. Кто правильно? Все тот же Березовский. Нет, я этого не знал. Так что, на самом деле борьба с Путиным прежде всего с ним. Да и с Россией. Если уж на то пошло. Мы по-прежнему, мы россияне мало что знаем о борьбе с Путиным. Мы практически ничего не знаем не только о борьбе с Путиным. Мы ничего не знаем о борьбе за ресурсы. За нефть. Об этом решили. Ведь это не только нефть. Борьба идет за ресурсы. Борьба идет за деньги. Те люди, которые борются за эти ресурсы, они будут бороться до последнего вздоха. Не остановятся ни перед чем. Было такое мнение, что к Советскому Союзу была ненависть. Это не так. Это было почитание силы иногда сквозь зубы. Но почитание силы. Если приезжает вице-президент Соединенных Штатов и рекомендует Путина не выдвигаться в президенты, до какой наглости можно дойти, чтобы делать такие шаги? Дай присосаться к трубе, дай получить свои деньги. И я довольна отвалить. Я все время думаю об этом. Березовский ведь был бы никто. И звать его никак не взяли на 2 миллиарда его собственных денег. Если бы за ним не стояли некие силы, не был бы он так уверен. И он в том числе, да и многие из тех, кто сбежал на Запад, и кого нам не выдают. Сохранить свое влияние. Америка. Боязнь, что при наличии Путина влияние Америки на Россию будет сбалансировано. Но говорить о том, что во время Путина отношения с Америки ухудшились, может только идиот. Его звонок во время атаки, когда он позвонил президенту Соединенных Штатов, масштаб этой беды требует от нас объединения сил. И мы должны забыть, что вам не нравится в России, что нам не нравится в Америке. У нас есть общий враг, и мы должны объединить свои усилия. Они, конечно, хотят вернуться. Всех, кто сбежал из России. Такого бизнеса, как был в России, у них никогда не будет. На Западе. Запад не позволит. Твой же Англин. Числится там людьми первого сорта. Это совершенно очевидно. Мы занимаем первое, второе, третье место в мире по нефти, по газу, по углю. Мы сверх лакомый кусок. Мы страна. Мы страна. Мы для них ресурс. Они нас не рассматривают в качестве людей. То есть, если Борис Николаевич нефть отдавал наша первая серия проклятой соглашения о так называемом разделе продукции СРП на Сахалии. СРП, да. Все это прекратил и пошли удары по Путину. Он восстановил стабильность в стране. Стабильность, о которой мечтали все 90-х. Человек пришел и показал, что есть жесткий управленец. И на самолете летать, в осажденной Грозной. И на подводной лодке спускаться. И в сортире мочить врагов России. И в сортире мочить. И в шахту вместе с шахтерами. Он все это сделал. Тогда другой вопрос. Почему никто сегодня не говорит о том, что у нас было с нефтью у нас, у России? Нефть наш главный национальный продукт. Не сможем продавать нефть, закончится она, не дай бог. Да, мы Россия без долларов останемся. Нефть, газ, металл, рыба, лес. Но прежде всего нефть и газ. Вот закончится нефть и газ, разведанный запас. Долларов не будет в России. Долларов не будет. Почему никто не говорит о том, как до 2000 года в России на самом деле добывалась нефть? И что в нашей стране было с геологоразведкой? Или просто тупо выкачивали нефть, причем заливали нефтью всю тундру, как по венке. И Йокус. Я напомню, что в 2001 году говорил момент истины о том, как на самом деле в нашей стране добывается нефть олигархами. Прежде всего. Это дело отвечает те организации, которые работают и скважины находятся в их распоряжении. Сколько в России скважин, или никто не знает, сколько скважин, из которых нефть и газ добыты не полностью, просто брошены? Свыше 20 тысяч минимум. Это скважины, в которых осталось немало нефти? Это скважины, которые еще могут быть использованы. И их бросали по какой причине? То есть надо возиться, вкладывать деньги. А вкладывать деньги не хотят. Сколько в них нефти в этих брошенных 20 тысячах скважин? Я думаю, что 20 с лишним тысяч скважин, если и даже не больше сейчас, как минимум 25 миллионов нефти. 25 миллионов тонн? Да. 25 миллионов. Огромное количество? Огромное количество. Погибшая нефть, которую уже и не добудешь, потому что скважина. Да, да, да. За это кто-нибудь наказан в России? Нет. Во-первых, не может быть наказан, потому что оправдание для того, чтобы не использовать скважину. 25 миллионов тонн брошенной нефти, как говорит сегодня легендарный министр, последний министр геологии Советского Союза Евгений Козловский, это то количество нефти, которое добывает сегодня Азербайджан. А у нас она брошена. Цена брошенной нефти около 4 миллиардов долларов. То есть 4 миллиарда долларов просто валяются на земле. Если нефть кормит сегодня всю страну, прежде всего нефть, а 20 тысяч скважин с нефтью брошены, там аж 25 миллионов тонн. Слушайте, если это не преступление, то что это преступление экономическое? Нет, их надо пускать в дело. Мы забыли, Никита, что у нас в государстве или не знали. На самом деле было с нефтью. Уже к 2000 году по оценке Бритиш Петролевым при таких варварских способах добычи 25 миллионов тонн оставалось по каждому году. 25 миллионов тонн оставалось на земле, если не больше, как посчитать. По оценке Бритиш Петролевым при таких варварских способах добычи нефти и при полном отсутствии геологоразведки, вот какое наследие получил Путин, у нас в России нефти оставалось лет на 20, не больше. Официальные цифры, которые называла крупнейшая английская компания Бритиш Петролевым. На 20 лет. И все, крышка. Не потому мы ничего не знаем или забыли о ситуации в 90-х, в начале нулевых, в нефтегазовой отрасли страны, а потому что Путину этот пиар не нужен. Это правда. Это удивительно. Не нужно. Как учили их чекистов в тени быть все время, да? А подвиг, прости меня, это СРП разогнать на Сахалине. Еще раз скажу, мы, Россия, без нефти, вообще без сахалинской нефти могли остаться наши первые северные. Там еще газ. Нефть. И газ на Сахалине. Конечно, за все это пулю, да легко, Геннеди убили. А Путину ты прав, пиар не нужен. Значит, этот пиар. Это не пиар, это просто по делам. Судите о человеке по делам. Но и дела-то как-то в стране остаются, добрые дела. Но могу сказать о республике Коми. 240 тысяч тонн разлитой нефти, которая находится в отвалах. Сколько? 240 тысяч тонн. Это вот нефть, которая осталась на земле. Да, которая осталась на земле. И ничего с ней не сделали. Которую надо убирать. А она уходит в почву, в воду. Отравляет эту почву, на которой расти больше уже ничего не будет. 240 тысяч тонн. В одной только республике Коми. Вот вам, пожалуйста, результат. Посмотрите, пожалуйста, пейзаж, который в нашей стране, дайте крупный план, который в нашей стране никто никому не показывает. Национальная трагедия Российской Федерации. Сотни тысяч тонн разлитой нефти. Сотни тысяч тонн. Нефть, которая навсегда осталась на этой земле. Когда где-нибудь в каком-нибудь море терпит катастрофу нефтеналивной танкер, всего лишь танкер, один танкер, тут же появляется телевидение из-за этой катастрофы, из-за нефтью из танкера, за тем, как ведет себя эта нефть, куда она течет, наблюдает весь мир. Эти картины из жизни республики Коми или Венкии не видит никто. Сотни тысяч, если не миллионы тонн разлитой нефти в Российской Федерации. Миллиард долларов получаем за нефть, которую выкачали, и 4 миллиарда за нефть, которая осталась благодаря этому. Потеряно. А как это? На миллиард продали, а 4 миллиарда потеряли? Обводнили, осталось там в земле. То есть на миллиард добыли, а на 4 миллиарда не добудем уже никогда? То есть вот способ такой добычи варварский. Так прибыль главная. Прибыль. Больше 20 миллионов тонн. Валяется. Теряется нефть, теряется при добыче и транспортировке. Это нефть, которая разливается, уходит в почву. Каждый год? Каждый год. Больше 20 миллионов тонн. Это при том, чтобы было понятно, что страна наша добывает 300 миллионов тонн, все нефтяники, все юкосы, лукоилы. 370-380. И 20 миллионов тонн уходит, как беда для экологии? Да, практически около 10%. От всей добычи. От всей добычи. Совбез страны, Иван Петрович, сначала будем говорить о нефти, потом, кажется, о делах давно минувших дней. Знал, что при геологодобыче, которая равна нулю в России, при Борисе Николаевиче, не было геологодобычи. И при варварских, вот таких вот варварских способах добычи, нефть остается на 20 лет в стране. Вот Совбез владел этими цифрами? Безусловно. Что касается Совета Безопасности, он свои рекомендации дает президенту только сейчас. Николай Платонович Патруш получает право курирования некоторых отраслей. Вмешиваться. Строго, в рамках коридора. А вы, при ельце, не вмешиваться не могли? Как было сказано, тогда Блафору работает при президенте, для президента, на президенте. Страничка, страна и Совбез государство видит, нефть через 20 лет закончится. Хочу сказать, что обеспеченность нефтью нами сегодня составляет 22 года. И все. 22 года, то есть те запасы разведаны. К 2025 году в России не будет нефти. К 2025 году разведанная нефть должна закончиться. По нашим расчетам, это составляет 18 лет. Бритв и Петроли считают 22. Во всяком случае, общая точка зрения у нас такова. Да нет, пораньше, наверное. Мы через лет 10 уменьшим добычу примерно вдвое. То есть хватать будет только на внутренний рынок. А как же жить-то будет страна? Волон уже не будет в России. Но идет разубоживание месторождений и идет хищническая добыча. Так почему в этом? Вот сегодня ухватить. А сегодня как раз можно ухватить, потому что выборочные добычи из высокоэффективных кусков. Вот только они и добываются, высокоэффективные кусков. Страна и Совбез государство видит, нефть через 20 лет закончится. Варварские способы добычи. Пол и венки, тундра. Вот они, эти кадры. Залито нефтью. Доклады все целы. Реакции почему не было? Почему до прихода Путина не было геологоразведки в стране вообще? Я думаю, что не доходили руки и не хватало денег. Это нефть, главный экспортный продукт России. Не доходили руки? Не доходили руки, потому что бюджет страны был равен 20 миллиардов долларов. Равнялся бюджету города Нью-Йорк. Бюджет России. Бюджет России. Если вы, высшее руководство государства, понимаете, что через 10 лет добыча нефти в России, при этом хаосе, сократится в два раза вся добыча нефти. То есть все доходы страны, без того маленькие, еще и упадут через 10 лет. Вы знаете, сколько себестоимость нефти? Как в Саудовской Аравии. Полтора доллара за баррель. Это можно только на Ближнем Востоке, когда полутора километровые пласты. Сейчас извлекается то, что можно очень хорошо и быстро извлечь. По дешевке. А государство не может наладить эффективный контроль. Геологоразведка велась настолько, насколько было возможно. Да что там говорить о геологоразведке? Тогда, когда мы с Андреем Афанасьевичем Кокошиным под каждый образец нашей новейшей разработки в области обороны закладывали поштучно деньги, чтобы сохранить людей и сохранить технологии. Сидели вдвоем и расписывали. Под каждый образец поштучно. Поштучно писали деньги в бюджет, чтобы записать. Чтобы сохранить людей. Одно какое-то изделие, чтобы завод не умирал. Они идут на параде. Я смотрю и думаю, вот это и есть дело моей жизни. Под каждую ракету конкретно расписывали денежку. Сидели этим занимались. Высшие руководители государства вечно. Просто не было денег совершенно. Он принял тяжелое наследие после Бориса Николаевича. Но будем честны. Борис Николаевич принял наследие не легче, чем принял его Владимир Владимирович. Путин прекрасно понимал, что страна находится на грани распады. Это правда. Вот когда премьер-министр назначался Виктор Степанович Черномырдем, то самая крупная фракция, наша естественно, должна была дать добро, потому что голосов не хватило бы никак. И я ему единственное поставил требование от имени фракции, самой большой, сохранить Газпром. Могли раздербанить на куски. В лед. И привет горячий не был нефти. Нефтяная отрасль. Вдребезги разлетелось сразу. Это масса дочек, которые были созданы вокруг Газпрома. А уже пошел процесс. Во главе дочек понятно кто. А потом распоряжение президента, чтобы можно было рассчитаться с дочками, акциями Газпрома. Люди, стоящие во главе дочек, стали баснословно болятыми. А почему же Борис Николаевич все отдавал в частные руки? Все то, что в других странах, какой процент рынка, почему никто не спрашивает в Америке? Ну, над экономистов, наверное, спрашивают. А у нас за 60 только за 1,92 год все в частные руки. А ведь сейчас абсолютным большинством народа институт частной собственности в упор не признается. Почему же считалось, что если частные руки, это будет лучше, чем если это все в руках Косыгина? Государство. Ну, это же миф. Конечно. В такой стране, на такой территории, в пустыне Сахара. Рынок, может быть, рыночные отношения. А Таймыр чем лучше? А Тыва, Ахакасия, Акарякия? Более 40 регионов в России страна такая. Для того, чтобы управлять такой территорией, как Россия, надо хоть чуть-чуть бы ее знать. Но такую громаду в режиме кавалерийской атаки не взять. Надо спокойный демонтаж. Мне сказали, да на это уйдет 20... Ну, 20 лет прошло. Вот и сделали за один год. Я не знаю, как у вас, но у меня вот три. Не то чтобы символы, не точно это слово, но вот три картинки перед глазами. Это вот эта нефть в тундре погибшая. Более 20 миллионов тонн по году. Вся добыча, еще раз скажем, Азербайджана, которая остается на земле. Конец оленям, конец пастбищам, конец тундре, всему конец нефти на земле. Она никуда оттуда не денется. Более 20 миллионов каждый год. Никакой геологии. Вазы с Чубайсом. Вы не видели вазы с Чубайсом? Где Чубайс изображен как герой. А где эти вазы? В духе 12-го года Государственный Дум был ими завален. Массовая закупка. Ваз с изображением Анатолия Борисовича Чубайса как героя. Как будто 1812 год. Чем-то похож на Баклайда Толли. Чубайса рисовали и все кинулись его обожать. Все, кстати сказать, в том числе и депутаты. Вазы, фотографии Чубайса. Вот они эти вазы. И третья картинка. Это, конечно, страшно. В центре Москвы, в Манеже, иконы рубятся в клочья. На дрова. Массовая акция. Кем же? Как я предполагаю, Марат Гельман. Человек, что называется, с именем. Было объявление. Разрубить Борисович, все. Они там рубят иконы за деньги. А кто придумал в Манеже рубить иконы? И зачем иконы надо рубить? Вот это демократия. Он хочет рубить иконы. А вы можете заплатить. А тот левый художник такой клич кинули? И клич, а действие такое осуществили. И там был еще ящик. И много икон порубили. Вот это вопрос директору Манежа. И заявляю об этом вам. А вы знаете, кто это делает? И сделайте с ним передачу. Зачем они рубили иконы? Перфуманс такой. Несите нам иконы, мы их будем сжигать. Я думаю, для инсталляции или просто для уничтожения? Для уничтожения в Манеже, в центре Москвы, и не один день. И никто не ударил по рукам. Нефть, ваза с Чубайзом и русские иконы, старинные на дровах. Я думаю, что это святотатство, оно безнаказанное. Никто, кроме Сергеевича Глазунова, потом спустя годы и Станислав Куняев писал, и имщиков. Но вот тогда, при Борисе Николаевиче, кроме Ильи Глазунова, никто не сказал русский. Не помните? Никто? Не помню, никого. Я читал, если не ошибаюсь, патриотическое печать. По-моему, в газете «Завтра» что-то писалось на эту тему. Но глубокого проникновения в этот сюжет не было. Как такое может быть? Необходим, конечно, серьезное применение закона о кощунстве. У вас есть такой закон? Нет, в том-то и дело, что нет такого закона. Но в том числе и слово «суверенитет». Путин до сих пор его постоянно употребляет, оно для него важное слово. А для Европы, и уже не только Европы, слово «суверенитет» – это, безусловно, не самое приятное и не самое, в общем, распространенное слово. Нельзя вмешиваться во внутренние дела государства. Мы видим, что это происходит повсеместно по всем мире. Российская политическая система должна определяться российским народом, но, во всяком случае, не западным и не западными элитами. Он Россию стал объединять, и я считаю, Путин – человек абсолютно позитивный. А вы все понимали тогда, уже тогда, в 2000-м, что борьба с Путиным будет наотмашь? Борис Абрамович тот же, как ни странно. Не будем даже перечислять. Все окажутся, и банкирщины. Они пробовали и Кириенко, приводили в какой-то степени, хоть это сейчас трактуется так, что он страшно не хотел, под руки взяли, привели и в кресло премьера втиснули Евгения Максимовича Примакова, а перед этим Сергея Вадимовича… Но решали они, а алигархи наши родные… Решали они, решали они судьбу выборов и 96-го года. Те уроки политического рисования страна получала еще тогда. Но суть развития состоит в том, что закон отрицания, отрицание, как бы диалектику там не любили, не кинали. Иван Иванович, ведь на самом деле я всегда возмущался, когда над Иваном Рыбкиным, которого я знаю много лет, смеялись как над человеком, который в Киеве потерялся, языка русского не знает, дорогу спросить не могу, где я нахожусь. Это было мерзко. Люди не понимали, над какой ситуацией они пытаются насмехаться на самом деле. И скажу еще раз, если бы труп Ивана Рыбкина лег в Киеве к агентству Рейтер в день голосования, а вся страна за Рыбкина, как кандидата уже зарегистрированного в президенты, проголосовала как за живого, никто в мире не признал бы победу Путина на выборах президента, где его соперником был в том числе и труп. Андрей Викторович, вы умный человек, нам с вами легко разговаривать. Так надо ставить вопрос. Я помню ту ночь, когда вы вернулись из Киева, я помню ваше состояние. Это сделал Рыбкин для страны, для России, который вообще настроен критически. К Путину к тому же. Ну, откровенно говоря. Я в интервью ровно об этом и сказал. Умный поймет, дурак не догадается. Я был не согласен под ним, под другим вопросом. И все-таки Рыбкин, именно Рыбкин спасает вот ту ситуацию. Наверное, получилось так. Я думаю, что это прекрасно понял. И Борис Николаевич Ельцин, тогда еще здравствовший. И Бориса Абрамовича услышал, я думаю. И все поняли. И понял Владимир Владимирович Путин, все остальные. Одно дело мой интерес, а другое дело судьба страны. Но сегодня подобные удары по Путину, они могут повторяться? Или понятно, что такие спектакли, оперета вот такая, если угодно, проваловала. Я могу сказать, он очень одинокий человек. Как и всякий человек в политике. Понять его могут люди, которые пережили сами это. Их немного в стране. Точно двух рук хватит, чтобы посчитать. Или пальцев на дву. Что в России никому нельзя верить? Как и Березовский, он сделал системную ошибку. Вы знаете, Иван Петрович, виднее. Это начиналось с Ирака. После Ирака Россия уже не могли простить это отступничество. То есть казалось, ну вот, хорошо, мы готовы признать теловой авариант западничества. Но как только Россия двинулась в сторону, решила заявить свою позицию. С этого момента над Россией был поставлен определенный, над этим вот, над путинской властью, скажем, был поставлен определенный знак вопроса у определенных элит. И сразу возбудились наши либералы. И Касьянов тоже стал либералом. И Касьянов стал либералом. И Немцов стал либералом. Ряд людей не приняли сразу. Или наши записные либералы, которые вдруг ополчились на тот режим, которому не так верно служили, включая Касьянов, это меня больше всего забавляет, а? Чтобы только свои собственные хвосты прикрыть. Свои личные, в том числе и неудачи. Такая неудача длиною в жизни. Что касается Касьянова. Немцова прежде всего. Немцова в большей мере. Неудача длиною в жизни. Ну, это, знаете, определенный тип человеческий. Как говорится, есть целый тип, который, можно сказать, до старости щенок. Почему в нашей стране 20 век, 21 век, те люди, которые не один год были в руководстве государства, в нашем сознании, в нашем восприятии, в наших взглядах, по-прежнему Боря, о Немцове речь. Не Борис Ефимович, а Боря. Толя или Анатолий, но не Анатолий Борисович Чубайс. Какие-то вечные мальчики. Вот как у Блока. Этот человек, стареющий юноша. Не вечный студент Петя Трофимов у Чеха. А вот вечные мальчики. Почему мальчики? Им всем уже за 50. До старости щенок. Маленькая собака до старости щенок. Ну да. Нет, маленькой собачонкой назвать Анатолия Чубайса. Нет, нельзя, конечно нет. Пляжные мальчики. Вот Черноморец он их называл. Немцова, Чубайса, пляжные мальчики. Мне кажется, они достаточно разные. Гайдар, у него, может быть, было меньше хватки, чем, скажем, у Чубайса. У него давление было. У него гораздо больше, скажем так, теоретических идей, чем у Немцова, который девственный по этой части. Могут следить только по их выступлениям. Вы сказали теорию, Гайдар, теоретика. Василий Николаевич, реформы – это жертвы. Тем более мы видели, как это было в России. А вот сколько их этих людей, этих жертв? Их реформы. 91-й, 92-й, до 7-го съезда, до отставки Гайдара. Потому что пришли циники к власти. Чем больше людей вымерло бы, немощных инвалидов... Вы отвечаете за свои слова, Александр Васильевич? Я. Я отвечаю за свои слова. Чем больше для Гайдара, Чубайса, для либералов людей умыли... Тем быстрее другие найдут пути к рыночной экономике. Андрей, в основном нервные стрессы. Вот от этого все умирали. Когда в 92-м отняли вклады у людей, вот это был самый большой стресс. Потому что если бы вклады были оставлены, эти люди могли бы спокойно на эти деньги существовать. Остановить это можно было? Тогда были предложения очень интересные. У нас же были залежи холодильников, заряжи автомобили, которые должны были когда-то продаваться. То, что я потом Березовский пользовался. Можно было спокойненько вместо вкладов... Просто огромное количество на складах. Абсолютно. Автомобили, телевизоры, Жигули. Не важно. Люди взяли бы, мебель взяли бы, стиральные машины взяли бы. Вы это предлагали, Ельцин? Можно было, да. Я это предлагал. И реакция президента? Да нет, никакая. Пусть правительство решает. Они там виднее. Ельцин многое понимал, но он всегда делал вид, что не понимает или не хочет. Почему боялся этих молодых, боялся Гайдара, боялся Чубайса? 26 специалистов ЦРУ работало в министерстве. У Чубайса? Официально взял на работу. 26 агентов ЦРУ. Да, конечно. Когда в марте 96-го года все-таки я его разговорил, я несколько раз спрашивал, почему мы нефть, газ, все отдали в частные руки. Самое то, что лес, за счет чего кормилось государством, отдали в частные руки. Почему? Особенно нефть. Он тогда выдавил из себя. Это было требование МВФ. А что мы от МВФ получили? Кредиты должны отдавать. Рядство было самое нехорошее. Ну а что я могу делать? Такие же вещи я слышал от бабушек. Когда их разодоришь, ты был рядом с ним, почему ты не убил. Я говорю, потому что вы его выбрали. Поэтому я его не убил. Но я его охранял, потому что вы его выбрали. И слабо был племенец, и ни один волос не упал. Как сказал Солженицын, Россия в обвале. Это, конечно, был обвал абсолютно. Поэтому почему их все называют Толя, Валя и так далее? Боря. Ну потому что это не солидные люди, не серьезные. Это люди сильные, руководители нашей страны в недавнем прошлом. Ну, что же делать? Страна наша переживала всякие времена. Вы не помните, был такой проект Марселя? Нет, не помню. Борис Немцов, 2000 год, три дня в Твери, предлагал на пресс-конференции, просто за руку водил вместе с собой чернокожего студента, по-моему, из Камеруна. Покажите, пожалуйста, этого молодого человека. Вот Марсель Тафен Фанджи, кандидат от Союза правых сил на выборах мэра Твери. Марсель Тафен Фанджи. Он в Твери учился на медицинского работника, очень хотел иметь российское гражданство. Дважды пытался жениться, девушки отказали. Но тогда Союз правых сил Борис Немцов сказал, выдвигайся в мэры Твери от нашей партии и за наши деньги. Получишь российское гражданство. Первыми об этом написала газета «Караван». А идея была Немцова? Да, он приехал, чтобы его поддержать, пообещал ему сделать гражданство, потому что единственное, что мешало африканцу стать мэром, это отсутствие гражданства. То есть он просто заявил о своем намерении? Да, пообещал. Но обманул, страна ему не сделал. Немцов обманул? Да. Его спросили в интервью, что бы вы делали, если бы вы стали мэром Твери. И он ответил, что в сущности ничего сложного в этом нет. У меня папа в столице Камеронова мэром работал. То есть у них семейный опыт есть? Да. Потом уже подключился Немцов. На тот момент не было ни одного кандидата, который бы мог мобилизовать голоса молодых. Проголосовать за африканство, в общем, по приколу, могли... Молодые. Многие молодые. То есть Союз правых сил рассчитывал на голоса молодежи, даже через такой, так сказать, ход. Я потом еще раз встречался с Марселем. В принципе, он к этой всей затее так относился, ну, полушутку, полусерьезку. Если что-то получится, хорошо, не получится, но и бог с ним. То есть у него такое мышление квеновское. А это, Владимир Петрович, еще один проект Союза правых сил и Бориса Немцова, куратор молодежной политики этой партии. Концерт группы Тату, гастроли по России. Главная тема концерта, гастроли. Свобода, однополый любви. Ну что, девчонки, поехали. Замечательно. Ну, ребята. Рукава засуществили. Союз правых сил. Союз неоружимый. Та-та-ра-та-та-ра. Да, я помню эту историю так по СМИ. Итог этого концерта в Красноярске. Не Тверь, Красноярск. Группа Тату за деньги СПС. У них на это искусство деньги нашлись. Итог концерта в Красноярске. Прямая трансляция была по телевидению. Итог. У родителей, у стариков, у бабушек, девушек, у этих девочек, мальчиков. Четыре инфаркта. Семь инсультов. Прошу проверить документы нервного и стресса, прединфарктное состояние, сердечные приступы и один труп. Это перенос авантюрных начал идей лохотрона и наперсочников на большую политику. Подумать, Енцов не понимал, что это смешно? Наверное, Енцов понимал, но он хотел... Что, для прикола как будто? Да, нет, он хотел быть оригинальным. Голоса молодежи. Но все это очень мелко в отношении руководства страной, что даже об этом и говорить не хочет. Видишь ли, вообще-то, если так вот абсолютно, так сказать, вот так вот, абстрактно говоря, каждый гражданин России может избираться мэром. Если этот человек из Камеруна получит гражданство, у него будет право. Но ты в Твери не будешь за него голосовать. Гражданское право. Ну, я не буду, потому что я его не знаю. Но, может быть, он заслужит перед жителями Твери, так вот говоря, вообще. Может быть, он и будет иметь право такова демократия, потому что он будет жить по конституции как гражданин России. Это в каком году было? 2000-й год или 99-й. Мне больше концерт понравился. Володь, а знаешь, что самое страшное? Совсем давно. А это попытка Союза правых сил, опять-таки, Немцов, куратор молодежных проектов. Подчеркну это. Вернуть в Россию метадон. Кого? Метадон. Это что такое? Это наркотик. Как говорят наркоманы, он страшнее героина. Я попал в зависимость от метадона, как обычно, мне кажется. Попадают наркоманы. Это я хотел перекумариться, попробовать слезть с героина. И один добрый друг мне принес метадон и посоветовал реальные средства. Когда я начал его употреблять, два дня он, то есть, помогал. Ну, я не чувствовал ломки героиновой. Но очень быстро я втянулся в систему уже метадоновую. Я на секунду остановлю Дениса, чтобы показать зрителям, как это все бывает в нашей сегодняшней жизни. У парня героиновая ломка. Рядом с ним женщина. Только не надо думать, что это женщина из Союза правых сил, я этого не знаю. Хотя это их съемка. Да крутит ноги вообще. И сейчас на ваших глазах вместо одного наркотика, вместо героина, она даст ему другую таблетку. Метадон, другой наркотик. Спина. Метадон не снимает, а как бы отодвигает ломку. Таково действие этого наркотика. Но через несколько часов таблетка метадона потребуется снова. И так будет продолжаться еще два-три года, не больше. Два-три года. Пока парень не умрет. Ну давай, говори сам. Че ты? Да хреново, че. В кистях и спину вообще. Когда я в нее втянулся, я понял, что попал. И когда я пытался отказаться уже на системе от приема метадона, это оказалось намного страшнее героиновой ломки. Я впал в панику, начал звонить по больницам. Вопрос был, что вы употребляете. Я говорил, метадон. Где-то полграмма я употреблял в день. Когда слышали врачи такой ответ, говорили, мы не можем взять такую ответственность на себя. И предлагали переходить опять на героин. И уже с героина они могли меня взять. Они боялись, что ты умрешь? Да. На метадоне наживались в том числе, увы, и фармацевты. Миф такой, миф, который принес негодяям, предполагаю, сотни миллионов долларов. Так называемая метадоновая программа. Чтобы уйти от героина, нужно переключиться на метадон. Это будет легче. И в России метадон официально запрещен. Как наркотик. Но именно Союз правых сил. Опять-таки Немцов, напоминаю, не устану напоминать. Куратор молодежных программ. Он вел эту линию в партии, прежде всего. Я хочу напомнить сюжет моей передачи «Момент истины» от 2003 года. Заявление Союза правых сил. То, что вы сейчас услышите, для многих будет как шок. Ни для кого не секрет, что за Союз правых сил на выборах прежде всего голосует молодежь. Чтобы, а иначе это просто никак не объяснить, чтобы, как я предполагаю, понравиться своим будущим избирателям, заместитель руководителя фракции СПС Александр Баранников, он перед вами, от имени Союза правых сил предлагает сегодня следующее. Легализовать в России метадон. Баранников подчеркивает, что это наркотик. Свободно продавать его в каждой аптеке. И разрешить российским гражданам носить с собой в карманах по 2-3 грамма героина. Что такое 2 грамма героина для наркомана? Это от 1 до 3 доз. За это количество вы не предлагаете? Тюрьму сажать нельзя за это. Продал 2 дозы своему приятелю по несчастью, чтобы заработать себе на очередной укол. Если есть желание вырваться из этого круга, ему нужно предоставить заместительную терапию. Им предлагают перейти на другой вид наркотика, на метадон. Метадон – это наркотик. Но если человек перестает принимать героин и начинает употреблять метадон, то постепенно он становится полноценным членом общества. Полноценным членом общества, Владимир, никто не стал. Люди успели в России вот на этой программе, да еще и под таким политическим прикрытием, заработать огромные деньги. Никто не извинился. А позже СПС скажет, что это была их ошибка. Просто негодяй. Это за грани добра, зла. Я не могу в это поверить. То есть еще вполне СПС действует. Конец. Немцов. Немцов. Но в нашем либерализме, который особенно Борис Ефимович представляет, в нем всегда была смесь консерватизма с новым левым хипстерством в духе 60-х годов. То есть заигрывать с молодежью любой ценой, легализовать метадон, группа, тату. Ну, афроафриканцы для прикола в Тверь в мэры города и параллельно бить-бить по Путину. Наносить удар. А вось дрогнет. Ведь будущее за молодежью. А вось дрогнет. Путин-то. У всей России испытания впереди, в том числе и у Путина, конечно. У России в том смысле, как мы обычно вкладываем в это слово тот смысл, традиционный исторический смысл, который мы в него вкладываем, да, безусловно, впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ